Спускали к сумерке, отец рыбачил гораздо ниже по течению, а он уже целый час стоял за дубом и смотрел на воду. Вдруг он увидел, как у другого берега в глубине золотом сверкнули бок и спинка рыбин. Он был золот, желание поймать что-нибудь крупное и был готов идти наперекор всему, чтобы утолить свое тщеславие. Как некоторые люди, стремящиеся взобраться на самую высокую гору, он хотел поймать самую большую рыбу. Один раз форель вынырнула зачем-то, но он не успел заметить зачем. Над водой не было ни личинки, ни мухи, ни рыба, ни река, ничего ему не говорили. Но он знал, если сейчас из-за дерева закинуть удочку, рыба испугается и сразу же уйдет вниз. Пусть ей привлечет что-нибудь крупное, пусть уверится, что это единственный случай заглотить редкое лакомство. В те времена Рейкс здорово ругался. Разве не за это прегрешение Гамильтон ободрал ему всю задницу? Эндрю насадил белого мотыля, которого сделал отец. Крылья из больших розовых перышек, белые совы, тельце из пуха страуса, лакомый кусочек. Рейкс все вспомнил. Тихонько размотал леску, чувствуя, что пройдет одна единственная тактика. Он закинул муху выше по течению, в двух футах от форели и, подрагивая удочкой, оживил муху, заставил трепыхаться на воде, совсем как это делает настоящая, пытаясь вырваться из водяного плена. Форель с жадностью набросилась на приманку, изогнула, заглотила ее и потащила вниз, а он все еще стоял за деревом. Он вдруг успокоился, не спеша прошептал «Боже, храни короля!», резко подсек, почувствовал, как в рыбу вонзился крючок, ощутил ее силу и испуганные толчки. Через десять минут форель лежала на берегу. Два фунта с четвертью. Когда подошел отец, Эндрю сказал «Вот, я так и знал». И все. Сказав это, он почувствовал гордость старика и свою тоже. «Эта рыбалка стала ему хорошим уроком на всю жизнь. Если хочешь чего-нибудь от людей, сначала узнай, чего жаждут они. Дожди своего часа, а потом дай им это. Подцепи их на крючок собственной страсти и поймай». Часто они не подумают, что получили лишь раскрашенную подделку под свое истинное желание. «Раз она ему так уж нужна, он предложит ей самого себя. Остальное — вопрос времени». Дверь отворилась, вошла Белль с сумкой в руке. Улыбнувшись, он взял сумку и помог снять пальто. Суббота. Четыре часа по полудням. Рейкс уехал в фургоне два часа назад. Шел дождь. Даже в комнату проникал скрип шин по мокрой мостовой. Белль нервничала и никак не могла успокоиться. Не потому, что ей предстояло многое сделать. Она с изумлением поняла, что беспокоится за Рейкса, едущего сейчас сквозь дождь навстречу опасности. Хотя видит Бог, думала она. Сам он не принимает риск близко к сердцу. Вел себя так, будто уезжал на обычную деловую встречу. За спиной сидел тот, другой, по имени Бернерс, человек, с которым она познакомилась пару дней назад, когда они вдвоем объясняли ее роль в этом деле. Он тоже был спокоен, тихий, почти нежный человек, сплошная любезность. Его, как и Рейкса, совершенно не беспокоило предстоящее. Оба были чертовски самоуверены. «Все в порядке?» Послушался сзади голос Бернерса. «Теперь звоните». Белль неловко ткнула сигарету в пепельницу, оставив тлеть незатушенный кончик и подняла трубку. Она набрала междугородный номер и глубоко вздохнула, услышав сигнал на другом конце. «Алло, да!» Прервал гудки мужской голос, неясный, усталый, голос без выражения. «Это склад в Мэрифорте?» «Да». «Одну минуту. Звонят из Министерства обороны, Уайтхолл. Полковник Шримптон хочет поговорить с... кто-кто?» «Полковник Шримптон!» Белль произнесла имя немного резко, уже успокоившись. «Так с ней бывало и в универмаге, когда уже решишь, что украсть». «Из штаба генерал-майора артиллерии. Соединяю». Она пару раз царапнула ногтем под шишалом микрофону, а потом, сменив тон на подобострастных, сказала «Говорите, полковник!» И подала трубку Бернессон. «Склад в Мэрифорте?» Спросил он. «Да, сэр». «Капитан Келли, я думаю, еще не прибыл. Он едет с важным поручением». «Нет, сэр. Вообще никого не было. Понятно. Так вот, когда он приедет, пусть сразу же позвонит мне в Уайтхолл 7022. Он знает мой внутренний номер. Полковник Шримптон. Сразу как приедет. Понятно? Да, сэр. Хорошо, благодарю вас». Он положил трубку, улыбнулся, дернул в себя замочку уха и сказал «Вы отлично поработали». «Уайтхолл. Вот что сбило их с толку». «Генерал-майор артиллерии. Это гипнотизирует, сводит их всех с ума. Интересно, как зовут настоящего генерала-майора?» Бернерс взял шляпу, перчатки и встал. «Биттурда, вспомнив простое исследование, которое она провела, взяв сотые издания «Уайтхэкер-Альманах» в лиловом переплете, Белль сказала «Его зовут Сэр Чарльз Ричардсон». А потом перечислила все его награды, чтобы произвести впечатление на Бернерса. «Боже, как поребящие беспокойны мы бываем». «У вас хорошая память», — похвалил он стоя у двери. «Теперь запомните. Через полчаса вы позвоните снова и спросите Келли. Его там не будет. Скажите, что я велел ему ехать в Мэйдстоун. Это будет той изюминкой в пудинге, вместе с которой они за раз проглотят все дело о Келли. Понятно?» Она кивнула. Бернерс остановился, опершись рукой от двери, сказал «Беспокоиться не стоит. За него, во всяком случае. Он может за себя постоять. К тому же, что не говори, в военной форме есть своя прелесть, как поется в старой песне. Он оставил меня одну, ушел, как уходит раньше времени с работы, бросает дела, чтобы поскорее вернуться к теплому домашнему очагу», — говорила себе Белли. «Мужчины, проклятые мужчины. Такие, черт возьми, спокойные и самоуверенные». Она поняла, что ни делай, что ни говори, а их не изменишь. «Они убьют Сарлинга так же спокойно, продуманно и холодно, как работают сейчас. Все в порядке». Он доехал до первой развилки, повернул налево, забрался на холм, по левую руку от равнины Кента. У трактира Вига свернул налево на узенькую тропку. «Вига. Что здесь была за битва?» Все кругом заняли моряки Рочестер, Чаткем, Грейвсенд, Темза. Раньше, до того, как реку загадили, в ней водилось столько форели, что лондонские подмастерья, нанимаясь хозяину, ставили условие видеть ее на обеденном столе не чаще двух раз в неделю. Да, Вигу. Это на побережье Испании. Ее дважды блокировала армада сэра Фрэнсиса Дрейка. А Дрейк был родом из Девана. Как и два брата Рейкса, что лежат теперь на дне моря в стальных гробах. Гилпин в военной форме с погонами сержанта ждал дороги в ленд-ровере с армейским номером и путевкой. В закрытом кузове стоял серо-зеленый ящик с написанным по трафаре шифром 3-93-GF-1 и знаками Министерства обороны. Гилпин хрюкнул что-то вместо приветствия. Рейкс забрался в кузов, переоделся в форму капитана артиллерии, и ленд-ровер покатил обратно к развилке, а потом по дороге А-20 к повороту на склад Мэрефорте. Они вылезли около комендатуры, и все пошло как по писанному. Опасности не было. Она появляется, если исчезает уверенность, если не все продумано, не учтено естественное поведение людей. Капитан Келли. Есть, сэр? Есть, сэр? Не знаем ничего о вашем ящике, но здесь давно уже все перепуталось. Да, сэр, нам звонили из Уайтхола. Только что? Ехать в Мэйдстоун? Нахмуриться. Изобразить раздражение. Ведь испорчены все субботние планы. Ну ладно. Быстро подъехали к бараку номер пять, дверь уже открыл комендант. Вряд ли кто-нибудь еще появится здесь в субботу под вечер. Уикенд, девочки, футбол. И остановить болтовню коротким ударом по шее. Парализовать им коменданта. В рот кляп. Связать покрепче по рукам и ногам. Подменить ящики. Поставить нужный ленд-ровер. И вот капитан Келли со своим сержантом не спеша выезжает из ворот. Они упорно молчат. Дворники сердито скребут по стеклу. Еле управляются с разразившейся пругой. Операция закончена. Остается только похвалить Рейкса за план, руководство и прямое исполнение. Бернесса за форму, Гилпина за ленд-ровер и ящик. Мисс Виккерс за телефонный звонок. И ни одного отпечатка. Ни в Мэрефорде, ни в ленд-ровере. Оба в перчатках. Если Гилпин не позаботился об этом, когда мастерил ящик или красил машину, значит Рейкс ошибся в нем. Но он знал, что это не так. Рейкс знал это столь же твердо, как и то, что с Гилпином разговор еще не закончен. Потому что Гилпин есть Гилпин. Когти он выпустит. Они остановились на пустынной дороге у припрятанного фургона. Рейкс подошел к заднему борту ленд-ровера, чтобы достать ящик. Гилпин помогал. Сержантские погоны сверкали на выглянувшем солнце. Китель расстегнулся. Из-под него виднелась гимнастерка, галстук цвета хаки с подарком от Бернерса масляным пятном у самого узла. «Чертовски здорово сработано!» сказал Гилпин. Он стоял спиной к живой изгородивой дороги, придерживая левой рукой запорную скобу борта, а правую засунув за отворот мундира. Рейкс знал, что этого мгновения Гилпин ждет уже несколько дней, поэтому он молниеносно повернулся, схватил его за правую руку, крепко сжал свои пальцы на запястье Гилпина и одним усилием выбил пистолет. «Черт тебя, Дерей!» Гилпин извернулся, ударил ногой Рейкса, попал в колено и навалился на него всем телом. Рейкс потерял равновесие, упал на землю, скорчился, царапая пальцами сырую мягкую траву. Перед его глазами мелькнулся поп Гилпина. Рейкс разозлился, что проиграл противнику хотя бы эту малость, подхватился, сознавая, что, будь его воля, он убил бы Гилпина прямо сейчас, но понимая, что не всесилен, двинул кулаком в челюсть в широкой красной хари. Гилпин растянулся на земле, примя в крапиву, к мундиру прилипли сухие листья. Рейкс поднял пистолет и положил в карман. Он чувствовал кровь на лице, боль в колене. Но злость отступила. «Без фокусов, а то я могу вас убить. Встаньте и помогите мне», приказал он. Закашлявшись, морщис от боли, Гилпин тяжело поднялся. Они подтащили ящик в фургон, утолкнули внутрь по металлическим роликам в полу. «Накройте его одеялом». Рейкс отступил назад, смотрел, как Гилпин маскирует ящик одеялом, которое лежало в кузове машины. Затем он вернулся к лендроверу и осмотрел его, не снимая перчаток. Забрал чемодан с их гражданской одеждой, забросил фургон. Рейкс повел машину по проселочной дороге, потом повернул направо, на тропинку. Он четко помнил карту, точно знал, где выехать на шоссе А-20, пересечь его и опять проселками въехать в лабиринт пригородов Лондона. Он оставил машину у маленького пруда, опустил в дверцы стекло и вынул из кармана пистолет. «Можно по нему в основе идти?» «Нет, что я, рехнулся?» Время от времени и впрямь так кажется. Он бросил пистолет в затянутую ряской воду. «Переодевайтесь». Они переодели в штатское за кустами на другой стороне пруда. Гилпин долго копался с белым-голубой горошек галстуком бабочки. Рейкс заставил его сделать стогую ямку, сунуть туда форму и прикрыть сеном. Гилпин вернулся, шлепая ботинками по грязи. Отъезжая, Рейкс сказал, «Убив меня, вы ничего бы не добились. Большие люди стоят за спиной у маленьких, чтобы их кусать. Вы подписали бы себе смертный приговор». «Я знаю одно. Убить вас — это здорово». Рейкс вытер лицо платком. «У вас же хороший бизнес. Жизнь, которую вы любите. Никто и не собирался тревожить вас больше». «Ну...» В голосе Гилпина приплелись зависть и восхищение. «Откуда вы, черт возьми, узнали о пистолете?» «У вас все было написано на лице». «Сойдете в Кэмбер-Уэлли». Рейкс улыбнулся, не предлагая, а настаивая на прощание. «Какое вы с женой придумали алиби?» «Я встречу ее у Кандеса, на углу Сент-Мартинс-Лейн. Мы были в кино, потом обедали в Джо Лайонс. Водостойкое алиби». Гилпин открыл перчаточный ящик, вынул толстый конверт. Не открывая его, спросил. «Пять сотен плюс плата за ленд-ровер и прочие расходы?» «Всего девятьсот. Достаточно?» «Да. Я купил его на аукционе. Проследить за ним невозможно». «Я и так не волновался. Это ваша забота». «Выйди из машины в золотистую при свете фонарей пургу». Гилпин нагнулся к окну, хотел протянуть Рейксу руку, потом передумал и сказал. «Прости за глупость, парень. Все в порядке». Он пошел по мостовой, подняв воротник плаща, остановился на углу, обернулся, помахал на прощание и исчез. Растворился в памяти Рейкса. Через 35 минут Рейкс поставил машину в гараж. Он запер ворота изнутри и вытащил ящик из кузова. Рейкс еще раньше заметил, какой он легкий. Он опустил петлю ловушки, привязал ее к веревочной ручке ящика и поднял его на чердак. Разомкнув два больших откидных пружинных запора по бокам, он открыл ящик. Сверху был слой опилок. Рейкс разгреб их и, засунув руку внутрь, вытащил маленький пластмассовый цилиндр коричневого цвета. Его удобно было держать в руке. Рейкс пошарил в ящике. Еще несколько точно таких же штуковин. Он положил одну в карман и запер остальные. На Эдвер Роуд Рейкс поймал такси, доехал до самой Беркли-сквэр и оттуда пешком прошел на Маун-стрит. Белль дома не было. Рейкс уже знал это. Он заметил ее на улице, когда ехал в гараж. Сейчас она там с тряпкой чистит, протирает кузов фургона, чтобы не осталось ни одного отпечатка. А вот в эту самую минуту она, надев перчатки, наверное, едет в фирму по прокату машин. Едет, отбросив прочь этот кусочек жизни, поддельное имя и адрес, все, что через автомобиль может привести обратно к ним, даже если в этот сырой день какой-нибудь деревенский гуляка случайно заметил фургон рядом с лендровером и запомнил его номер. Рейкс запер капсулу в сейф, налил себе виски содовые и полчаса просидел, потягивая напиток. Потом прошел в ванную, разделся и лег под душ. Рана на лице уже подсохла, но под струями воды снова стала кровоточить. Он услышал, как вошла Белль, как ходит по комнате. Белль? Позвал он. Дурацкое имя. Но он попытается согреть его. Так и должно быть, нужно чувствовать, а не притворяться. Хорошее имя. Белль. Красивое. Многообещающее. У вас все в порядке? Спросила она. Да. Без сбоев. Вы избавились от машины? Избавилась. Я предполагаю, вам нужно новое. Завтра или к понедельнику. Ничего не предполагаю. Перестань, наконец, предполагать. К понедельнику. Выпейте что-нибудь. Я и так уже опередил вас на два стакана. Он лежал, представляя ее с бокалом в руке. Она красива. Ее тело. Все в ней очаровательное. Удлиненное, как у кинозвезды лицо и смешная прическа. Предположение и беспокойство. Это прекрасно, желанно, ведь она должна принадлежать ему. Рейхс выключил душ и начал обтираться. Измазал полотенце кровью. Не вытершись как следует, он перерыл всю аптечку в поисках пластыря, но ничего не нашел. Белль снова позвал он. Она подошла к двери. Что? Нет ли у вас пластыря? Я поранил лицо? Она ничего не ответила. Но Рейхс услышал, как Белль ушла и вернулась через минуту-другую. Мне войти? Да, полечите меня сами. Она открыла дверь. Рейхс сидел в кресле, обернув бедра полотенцем. Белль стояла на пороге в черном платье. Нитка жемчика, что была на ней в день их первой встречи, плотно облегала шею. Она не решилась войти, держала в руках коробочку с пластырем, будто это святой крест ее всемогущий защитник от мирского зла. Рейхс нагнул голову, чтобы она заметила ранку. Станьте святой, исцелите меня. Она подошла, открыла коробочку и достала пластырь, избегая его взгляда. Положив коробочку на край ванны, Белль взялась за дело. Рейхс увидел, как она нахмурилась и сосредоточилась, наполовину оторвав от пластыря защитную пленку. Я ударился о край люка, когда тащил ящик наверх. Он сказал это, зная, что она все равно не поверит, но так было принято. Именно этих слов она ждала от такого человека, как он. Она кимнула и нагнулась к нему, наложила пластырь на щеку. Рейхс почувствовал прикосновение ее длинных пальцев, твердых во всем, кроме женской работы. Он тронул ее ноги под подолом платья, обхватил бедра, руки скользнули выше чулок к теплому, мягкому телу. Рейхс почувствовал, что оно затрепетало помимо воли, как струйная березка внимает первому дуновению легкого ветерка. Берри молчала, разглаживая пластырь, обивала его ухо своим дыханием. Наконец она выпрямилась и тихо спросила. Все нормально? Да, хорошо. Спасибо. Она взглянула на его колени и скорчила рожицу, изогнув ярко-красные губы. Что у вас с ногами? Правое колено здорово все же разбил этот гюпин. Я, наверное, ушиб и его, у меня легко появляется ссадин. Он встал и обтерся насухо, не стесняясь, словно она была его женой и тысячу раз видела его ноги. Белль быстро взглянула на него и ушла в спальню. Одевшись, он увидел, что она сидит за столом и читает Ивник Стандарт. На столе стояла рюмка виски. Вы не против поужинать дома? Сегодня я не хочу показываться людям, сказал Рейкс, потрогав пластырь. Есть бифштекс и цветная капуста? Хорошо. А какое вино прислал нам старик Фантомас? Рейкс открыл дью отцу бара и бросил через плечо. Кстати, можете передать ему, что все прошло благополучно. До понедельника он на Мальте. Скажите, когда вернется? Разглядывая бутылки, он тихонечко присвистнул. Белль лежала в постели. Рейкс спал рядом. Когда она вошла с пластырем в ванную и увидела его голым, почувствовала на бедрах его руки, она поняла, что все безнадежно. Она поняла своей воли и хотела того же, что и он. Говорить себе нет, а потом делать. Какой в этом смысл, черт возьми? Если бы дело было только в нем, его ноготе, если бы между ними и их телами не было ничего, кроме секса, она не чувствовала бы ни отчаяния, ни страха. Белль прекрасно понимала, он обольщал ее, чтобы потом ею воспользоваться, а плясать под чужую дудку она не хотела. Служить своим телом, да, но не в этом новом, приближающемся деле. А все-таки разве это так важно? Быть игрушкой с Эрлингой и вовсе не улыбалась. Принадлежать Рейксу, это, по меньшей мере, вселяет надежду. Белль перевернулась на спину, удивляясь, почему борется сама с собой. Они приятно и красиво провели вечер, и не раз случайно или намеренно он прикасался к ней. Она все еще помнила его руки на своих бедрах, и он это понимал. Два часа назад он вошел к ней в темную спальню. Она все поняла еще тогда, когда щелкнул замок его комнаты. Он лег рядом, не сказав ни слова, снова коснулся ее руками. Они скользнули под шелк ночной рубашки, блуждали там. Ей казалось, что по мягким пастбищам ее тела медленно двигаются животные, ощипывая молодые побеги. Его теплый полный рот наполнился страстью и ничего не жалел для нее, а в ней не было силы сдерживать собственный язык и губы, только слабеющий с каждой секундой крик страха умирал где-то далеко-далеко. Потом, зная, что у нее уже не осталось сил сопротивляться, он наполнил ее с тобой, своей страстью и сознанием того, что она исполнит любое его желание, станет тем, кем он захочет ее видеть. Понимая это, она уносилась в сон только для того, чтобы потом проснуться и почувствовать, что его тепло все еще рядом. Ощутить ладонь, упавшую на ее грудь, руки, сомкнутые со спокойной властной твердости на ее теле даже во сне, сухой жар его ладони на твердом соске, требующей того союза, которого она желала и который приветствовала. Рейкс взял в поезд утренние газеты. В субботних номерах о нападении на склад не было ни слова, а сегодня все газеты сообщали об этом уже на последних полосах, как о пустяке, ничего важного не похищено. Рейксу показало, что власти решили замять это дело. Он листал Таймс, начато забыв обо всем, вычеркнув Лондон из памяти. Белль, Викерс и прочее осталась позади в тот момент, когда за ним закрылась дверь лондонской квартиры. Телефон зазвонил за первой рюмкой перед обедом. Это была Белль. Сказало, что Сарлинг вернулся, она его уже видела и сообщила об удаче. Сарлинг ответил, что Рейкс не понадобится ему недели две, но она, Белль, должна оставаться в квартире. Рейкс чувствовал, что она хочет сказать что-то еще, дабы сохранить насколько возможно ту тонкую ниточку, которая протянулась между ними. Надеясь на ее сообразительность, Рейкс ответил, что пригласил кое-кого выпить и ему некогда больше разговаривать. Он вернулся к виске. Какую бы роль он ни играл в отношениях с ней в Лондоне, здесь об этом не могло быть и речи. Но если он пытался отвлечься от мыслей о девушке, ему вспоминалось ее лицо, закрытые глаза, чуть приоткрытые губы, она едва дышала, жизнь в ней была хрупкая и слаба, как у спящего ребенка. Рядом с ним было незнакомое лицо, умытое свежей росой невинности, чистой, без морщин, без страданий. Секунд пять его одолевало странное чувство. Властность исчезла, в нем медленно пробуждало желание защитить и обезопасить ее. Вспомнив это, он решил в следующий раз заглянуть в глаза Мэри. Может, сверхъестественная роса омывает всех женщин, когда не предаются теплые бездумные неги. Боже мой, сверхъестественная роса, это что-то новое. Он хотел от Белли одного, чтобы она перешла на его сторону против Сарлинга и знал, что, приехав в Лондон, получит это. Она разорвется на части, чтобы помочь ему. На другое утро, позвонив Мэри, он поехал в Альвертон переговорить со старым владельцем. Он долго не хотел выходить из машины, смотрел на серый камень, остроконечную крышу, сводчатые окна. Рейкс знал здесь каждую трещину, каждый выступ, каждую черепицу на крыше. В детстве он туда лазал, иногда падал, знал щели в кладке, где гнездились галки, точно помнил тот изгиб ствола дикого винограда, где стрижи раз в год высиживали двух птенцов. Он помнил дом изнутри и снаружи, знал как самого себя, как свои кишки и кожу. Последний хозяин скотина пристроил к одному крылу низкую террасу с модной стеклянной крышей. Первое, что он сделает, вступив во владение поместьем, это снесет ее, потому что она стоит на месте цветника его матери. Цветник станет таким же, каким был, но уже для Мэри. Целый час он ходил вокруг дома, прикидывая, какую мебель купить. Думал только о той, что раньше принадлежала отцу и ушла с аукциона. У Рейкса уже сейчас в нынешнем доме было кое-что из этой обстановки, а недостающий искал и покупал для него агент в Эксетере. Отправившись к Мэри, он прихватил свой портфель с капсулой из ящика 3-93. Он собирался пригласить девушку на обед в ресторан, потом съездить к другу, а переночевать у нее. Рейкс сделал большой крюк, точно зная куда ехать, времени у него было хоть отбавляем. По шоссе в порлок он подъехал с южной стороны к сигнальной башне в Данкере. Прямо посреди трофяника тянулась узенькая проселочная дорога, она вела с вершины холма вниз в глубокую долину с дамбой и котлованами. Он съехал на этот проселок. Низкие тучи намертво затянули небо, гонимый ветром туман оставлял на кустах дрока, вереска и брусники капли свинцовой росы. Мир просматривался ярдов на пятьдесят, потом исчезал в Англии. Сидя в машине, Рейкс достал капсулу и повертел ее в руках. Она хорошо прилегала к ладони. Не так, как граната, а словно бы ее форма делалась по куску мягкой глины, которую чуть-чуть сжали в кулаке и получили удобные волнистые очертания. Корпус капсулы делился канавками на ромбики, как граната лимонка, чтобы при взрыве получались осколки. На основании была маленькая впадина. На краю заподлицо с основанием крепилась тонкая полоска легкого металла, узенький язычок, кончик которого загибался вниз в виде перемычки. В ушки по краям язычка была продета стальная игла, прижимающая перемычку к основанию. Придерживая язычок пальцами, Рейкс попытался вытащить иглу. Он ничего не мог с ней сделать, пока не заметил, что один ее конец расплющен в диск с насечкой по краям. Рейкс крутанул диск, игла повернулась и немного продвинулся вперед. Он завинтил ее обратно и вылез из машины. Он прошел ярдов пятьдесят к овечьей тропке, что велась между холмами. Ветер дул ему в спину. Где-то впереди и справа послышалось грубое, будто простуженное блеяние и кашель овец. Рейкс сошел с тропы и двинулся на их голоса, пробираясь в высоком до колена верески. С подветренной стороны у гранитной скалы паслись пара овец и три уже немаленьких ягненка. Один поднял голову, посмотрел на Рейкса, беспокойно переступил с ноги на ногу и вернулся к своей травке. Рейкс, послюнив палец, посмотрел, откуда дует ветер, прошел пару метров в гору, стал к ней спиной. потом, крепко придерживая язычок, стал выкручивать иглу. Овцы паслись в футах в сорока от него. Рейкс освободил иглу и бросил капсулу футов на двадцать вперед, услышал, как щелкнул распрямившись язычок, граната упала на кочку, покатилась вниз и остановилась у зарослей папоротника. Медленно отступая назад, Рейкс считал про себя секунды. Овцы продолжали спокойно пастиц. При счете десять послышался мягкий хлопок, капсула подпрыгнула на фут и, видимо, разорвалась, потому что больше он ее уже не видел. Сказать по правде Рейкс не заметил вообще ничего. Никакого видимого газа не появилось. он взглянул на овец. Они все так же мирно послись. «Если в этой штуковине что-то и было, подумал Рейкс, то это что-то должно отнести к ним ветром. И вдруг...» Ближняя овца приподняла голову, ноги ее подкосились. Словно разыгрывая пьесу или какой-то прекрасный, отработанный, хорошо разученный цирковой трюк, выполняемый по сигналу упала и вторая овца, не набок, не сопротивляясь и не протестуя, а просто подчинившись силе тяжести. Глядя на овец, Рейкс заметил, как над ними, метрах в двух от земли, пролетел дятел, собираясь подняться на выступающий гранитный утес, но на полпути земля призвала вдруг себе и его и в мгновение ока, мелькнув красными, черными и белыми перьями, птица упала камнем. Рейкс повернулся и пошел обратно. Мэри пришла к нему в ту ночь, как делала всегда, даже если родители были дома и осталась с ним до рассвета. На заре после любви он взглянул ей в лицо. Это было лицо Мэри. Лицо, которое он знал. Лицо той женщины, которая собиралась наполнить Альбертон детьми. На нем не было и следа сверхъестественной росы. Чувствуя его взгляд, Мэри открыла глаза и подмигнула. Любишь? спросила она. Он кивнул в ответ. Она приподнялась, поцеловала его и сказала, ты сегодня не в лучшей форме, слишком много вчера выпил. На обратном пути он дал крюк в данкере, оставил машину у дороги и спустился к тому месту, где накануне паслись овцы. Опасность уже миновала, содержимое гранаты давно улетучилось. В то утро не было тумана. Яркое солнце играло на бронзовом вереске. В тени гранитной скалы лежала старая овца. Там же лежал еще и дятел, тоже мертвый. Но рядом с умершей матерью стоял ягненок. Он заковылял прочь от Рейкса, потом обернулся и заблеял, но не потому, что просил молока, он давно вырос из этого возраста. От второй овцы и еще двух ягнят не осталось и следа. Не было и следов того, что животных убрали, не было тракторных следов. Там, где взорвалась капсула граната, Рейкс нашел несколько пластмассовых осколков и оставил их на месте. Возвращаясь обратно, он размышлял, почему погибли именно старые овца и дятел. Дома Рейкса нетерпеливо ждал, надрывался телефон. Звонила Мэри. Сколько ты вчера выпил? спросила она. А что? Да ты забыл свою сумку, я привезу ее. Сам приеду за ней, попозже. Через два дня он позвонил Бернерсу, договорился встретиться с ним в королевском автоклубе, где и рассказал о капсуле. За каким чертом они нужны Сарлингу? Кто его знает? Мне кажется, с их помощью разгоняют демонстрации. Держат на тех складах, что под рукой, чтобы побыстрее распределить между силами полиции и армии Кента и Сасекса. «Не хотел бы я увидеть толпу людей, лежащих как те овцы», сказал Рейкс. «Многие из них уже не встали бы на ноги. Что это за штука такая?» «Надо спросить у ребят в Портоне или Форт Детрикс, что в Мэриленде. похоже на нервно-паралитический газ. Эти газы в закрытом помещении почти всегда смертельны». Бэйонес почесал лысину. «Вот она, великая цивилизация. Но ни вы, ни я не похвалим ее за это». Постараюсь разузнать об этом газе. «Надо убрать Сарвинга до того, как он вяжет нас в свой дикий план с этими штучками? Здесь понадобится мисс Виккерс. Только она может раздобыть нам необходимые сведения». «И раздобудет». Рейкс встал. «Я поговорю с ней и завтра позвоню вам». В тот вечер он пригласил Бэль на обед в ресторан и между блюдами заговорил о гранате, рассказав, что случилось с Деваней. Говорить об этом лучше всего было именно здесь, среди людей, где она не могла выйти из себя или решительно запротестовать. Рейкс говорил с ней о Старлинге так, будто обсуждал деловое предложение, внезапно возникшие трудности. Он собирается ввязать нас в это дело с гранатами. Это значит, что должно погибнуть много людей. Одному богу известно, что за сумасбродные идеи он вынашивает. Неужели я останусь в стороне и допущу это? Кучу людей отравят только из-за Сарлинга. Единственное, что можно сделать, это избавиться от него. Нужно его убрать. И ты должна помочь нам, Белль. Неужели не понимаешь? Сарлинга. ты еще не знаешь, придется ли вам их взрывать? Да, конечно же, знаю. Не заставлял же он меня красть их просто так для проверки моих способностей. Сарлинг не станет тратить время на такую ерунду, Белли. Я знаю, что прошло слишком много, но у тебя нет выхода. Ты убьешь или Сарлинга, или тех невиновных людей, одно из двух. Так, что такое этот Сарлинг для нас с тобой, если мы сможем спасти других и освободиться сами? Разве ты не понимаешь? Ну, да, кажется, да. Когда ты так говоришь, все так и есть на самом деле. Во всяком случае, тебе с Сарлингом ничего такого делать не придется. Нам просто нужны сведения о нем. Так об этом и думай. Кое-какие факты. Узнаешь их для нас и можешь обо всем забыть. Она взглянула на стакан с вином, медленно покрутила его в пальцах. Все это меня пугает. Если ты поможешь нам, ничего плохого не случится. Мы с Бернессом позаботимся об этом. Но без тебя не обойтись. Ты нужна мне больше всех. Так ты поможешь или нет? Прошло немало времени, прежде чем она подняла наконец на него глаза. Белль хотела сказать очень многое, но понимала. ничто не поможет, не собьет Рейкса с пути. Ей бы просто встать и уйти, уйти и от него, и от Сарлинга, и больше что будет. Однако Белль знала, что это выше ее сил. Она нужна ему и сама хочет быть с ним. Белль подняла голову и кивнула. Рейкс протянул руку, вывел ее из-за стола. Ты об этом не пожалеешь. А теперь забудем все и станем развлекаться. О том, что нам нужно, я скажу после. В ту ночь, лежа рядом с ним, она слушала его речь, и все слова казались ей выдумкой. Каждое его предложение, которому она не сопротивлялась, засасывало ее все глубже и глубже в этот кошмар. Столько о Сарлинге и его домах, так много всяких мелочей, еще, еще, боже мой, зачем ему нужно знать о его одежде? Два ужасных черных твидовых костюма цвета мокрой гранитной набережной, два темно-серых фланелевых, простых, а не вафельных. Вспоминая, она добавляла кое-что от себя, то, о чем Рейкс с Берносом раньше не подумали. Все это смахивало на игру, смысл которой в том, чтобы посмотреть, кто дольше продержится, Рейкс с вопросами или Белли с ответами. Какая у него зубная паста? Какого цвета щетка? Как он одевается и раздевается, ботинки, потом брюки, носки, или носки идут за ботинками, а после них брюки? И микрокамера, которую нельзя прятать на груди или под поясом. Ведь невозможно угадать, Белль, что придет в голову этому мерзавцу. Ни в одном из убежищ чего вспомнилось ей выражение из какой-то статьи то ли о туземцах, то ли о контрабандистах алмазами. Ей казалось, что она ходит по Миону и как туристка за пять фунтов изучающая чужие дома глазеет обстановку и щелкает фотоаппаратом. Щелк, снята кровать, столик у изголовья с подносом напитков снотворным и неразрезанной Библией. Щелк и готов нерезкий снимок ковра шоколадно-коричневого цвета с единственной белой в шесть дюймов ширины полосой по краю. Такой ковер висит у него в кабинете. Боже мой, это же настоящая игра. Конечно, игра. Лежать здесь в темноте после любви и его теперь бесстрастная но властная рука движется по ее телу, прочно связывает их друг с другом. Игра. Все мужчины играют в эти проклятые игры. Сколь бы серьезно ни было дела, они превращают его в игру. В серьезную, но все же в игру. уничтожь сарлинга, брось кубик, собери улики. И наградой первому, кто наберет достаточно очков для убийства, будет удовольствие застрелить, зарезать, задушить или просто кончиками пальца столкнуть человечка с лестницей жизни, заставить его, кувыркая, скатиться вниз по ступенькам. Он расшибается мостовую, а победитель, поерзав на стуле, спросит, ну а что теперь? Сыграем в монополику, выпьем или просто поболтаем? Ты все поняла? спросил Рейкс. Поняла. Его ровный голос, чужой, холодный, был полон той уверенности, какой у нее никогда не будет. Его голос с подчеркнутым правом войти, говорить и требовать ответа на любой вопрос у кого угодно, где угодно и когда угодно. Наперекор словам Рейкса она сказала себе «Я хочу одного любить и быть любимой». Разве он этого не знает? Да если и не знает, неужели в этом желании нет того волшебства, которое должно на него подействовать? Любовь привычка, Бель наполнена ею, и, конечно же, часть ее перейдет к нему, прорастет в нем. «Самое важное, чтобы Сарлинг ни о чем не догадался, иначе мы с тобой окажемся в аду, понимаю». Она сказала это как секретарша, которая закрывает блокнот, поднимается со стула, одной рукой смахивая пылинки с юбки. Бель нарочно говорила таким тоном, потому что на миг его руки оставили ее, и она почувствовала, насколько серьезны его слова. «Сарлинга надо убрать», сказал Рейх в темноту, «очистить от него этот проклятый мир». И с таким заключением врача, которое стало бы для нас охранной грамотой. А потом, обняв Бель, он обратился к ней. «И почти все зависит от тебя». Он повернул ее к себе. В темноте она чувствовала, как близко его лицо. «Теперь я в твоих руках. И если захочешь, сможешь предать меня, а сама все равно останешься невредимой. Ты ведь знаешь, это правда?» «Да, но мне не нравится, когда ты так говоришь». «Никогда больше не буду». И вдруг она спросила с какой-то болезненной дерзостью, «А что будет потом, когда все кончится?» «Между нами я имею в виду». Без колебаний, не остановив своих рук, которые управляли и его, и ее страстью, он ответил, «Мы поговорим об этом, когда выпутаемся из беды». Сгорая от любви, Бель прижалась к нему. Она добивалась именно такого ответа, получила как раз то, что намеревалась получить. Разлука откладывалась на неопределенный срок. Уже несколько дней она во всем подчинялась Рейксу. В ней не оставалось ни волнения, ни беспокойства, что можно где-то ошибиться и выдать Сарлингу самую себя или Рейкса. Бель убедила Рейкса обзавести с двумя фотоаппаратами. Рискованно возить единственную камеру на Парк-стрит, в Меон и обратно. Обычно она ездила туда вместе с Сарлингом и достаточно хорошо знала его, чтобы понимать, если он заподозрит хоть что-то, то не колеблес, остановит машину, разденет до нога. Даже шофер его ничуть не смутит. Она надежно прятала камеры. В Меон парке приклеивала липкой лентой к мраморной поперечине заброшенного камина в своей комнате. Вторую на Парк-стрит тоже приклеивала изнутри к чехлу старой пишущей машинки, что стояла в маленькой комнате рядом с кабинетом Сарлинга. Больше двух недель Белль фотографировала, выясняла те мелочи, о которых просил Рейкс. Она начертила планы обоих домов, написала для каждого распорядок дня, и Сарлинга, и прислуги. Белль доверялась бумаге только на Маун-стрит, да и то, если это было совершенно безопасно. Она старалась выполнить всю эту работу без коризненно, чтобы доставить Рейксу удовольствие и заслужить уважение. Повинуясь чувству, она еще больше сблизилась с ним и, вообразив потепление с его стороны, наслаждалась неведомым ранее счастьем. Как-то вечером Рейкс попросил ее, опиши мне еще раз кабинет Сарлинга на Парк-стрит. Слушая Белль, он развалился в кресле и разглядывал потолок. Она уже не раз повторяла свой рассказ, и вот теперь он как будто снова ощутился в доме старика. Поднявшись по лестнице на второй этаж, справа увидишь дверь кабинета, а слева дверь в спальню Сарлинга. Дверь кабинета дубовая, на блестящих бронзовых петлях. Отделан дубовыми панелями на стене коричневый ковер с белой полосой по краю. Окна выходят на маленький дворик с садом оборудованной сигнализацией. Резной письменный стол красного дерева с пузатыми ящиками и резными золочеными ручками. Справа книжная полка того же стиля. За ней дверь в комнату Белль. Рейкс бы здесь и в темноте не заблудился. Высокие в ореховом футляре дедовские часы в левом от входной двери углу. У левой стены ореховое бюро, а в центре стол, кресло и два стула для посетителей. На стенах картины на одной конюх черной кобылы кисть штабса. Другая портрет Сарлинга сделанной Грэмом Сазерлендом и точно посредине левой стены дубовая дверь в бункер. «Хорошо», перебил ее Рейкс, «теперь расскажи, что делает Сарлинг, когда хочет попасть в бункер». «Я уже рассказывал, а повтори еще раз». Его голос зазвучал почти резко. «Закрой глаза и попытается вспомнить все, что он обычно делает». «Ну, он говорит, что хочет попасть в бункер. Это значит, что я должна уйти в свою комнату и оставаться там, пока дверь в бункер не откроется». «Обычная дубовая дверь?» «Нет». «Та, что за ней? Дверь самого бункера?» «А дубовая дверь заперта?» «Нет». «Итак, ты идешь к себе». «И закрываешь за собой дверь?» «Сначала закрывала, но теперь часто оставляю щелочку». «Ты видела, как он подходит к двери бункера?» «Да, только не спрашивай, как она выглядит. У тебя есть фотография». «В том-то вся беда». «У них были фотографии дверей и бункеров на Парк Стрит и в Меоне». «Двери совершенно одинаковые». «Ни наборного диска, ни замков, ничего, кроме большого четырехугольника из стали, которая на три четверти закрывала квадратная шестидюймовая пластинка из латуни». «Ты видишь, что делает Сарлинг?» «Хотя он и стоит тебе спиной». «Ну, он не возится с ключами или чем-нибудь еще, он просто рукой сдвигает тот латунный квадратик». «Какой рукой?» «Ну, думаю, правой». «А ты не думай, закрой глаза и вспомни, какой рукой?» «Правой». «А потом дверь открывается». «Ну, ты же знаешь, что нет». «Ведь ты сама сдвигала латунную пластинку и ничего не получилось». «Она и впрямь проделывала это неделю назад по его приказу». «За латунью открыло шестидюймовое углубление с плоским металлическим дном. нет, все-таки видимо не из стали, а из хрома». Она надавила пальцами, сдвинула в сторону и его. За ним оказалась стальная дверь бункера. Через несколько секунд внутренняя пластинка вернулась на место. «Наверно, действует скрытая пружина?» подумала тогда Белль. «Ну, он, видимо, сдвигает и блестящую пластину. Но ты же знаешь, я тоже так делала, а она потом возвращается назад и все». «Знаю». «Подойди к стене, представь, что это дверь-бункер и проделай все заново. И так, как это делает он сам. Поставь себя на его место и делай то, что видела». Она послушно подчинилась, подошла к стене и вспомнила, что делал Сарлинг, когда она пару раз следила за ним и за двери. Рейхс спросил, «Подходя к бункеру, он ищет что-нибудь в карманах? Хоть что-нибудь?» «Нет, он просто ставит руку вот так». Белль погрузилась в образ Сарлинга, стала им самим, настроила память на его движение и прошлась по ним от начала до конца. Сдвинуть сначала латунную пластинку, потом хромированную. Вот и все. Столя позади он попросил еще раз. она снова все повторила «Хорошо». Белль повернулась, увидела довольное лицо Рейхса и поняла, что-то все-таки произошло. «Почему ты улыбаешься?» спросила она. «Разве ты не знаешь?» «Нет, просто я думаю, так делал он, но я и повторила все». «А раньше не все. Не так хорошо во всяком случае. Ты поставила себя на место Сарлинга, это хорошо, и вытянула вперед правую руку, чтобы сдвинуть латунную пластинку. Но когда ты притворила, что сдвигаешь пластинку под ней, знаешь, что ты сделала? Просто сдвинула ее в сторону, ты сдвинула ее левой рукой. Неужели? Да. А это важно? Бог его знает. Но тут есть над чем подумать. Почему не сдвинуть ее просто правой рукой? Ведь она уже поднята, готова к действию. Рейкс, задумавшись, налил себе виски. Понаблюдай за ним еще раз. Бросил он через плечо. Проследи за левой рукой. Ты должна ее видеть. Я хочу точно знать, что он делает. Хорошо? Да, но она засмеялась, рада, что угодила ему. Ты можешь спросить его сам? Завтра он приедет сюда. Завтра утром. К ее удивлению, он не обратил внимания на шутку и сказал, а теперь расскажи мне все по порядку, что происходит, как только он отодвинет вторую пластинку. стальная дверь уходит в стену, так? Да. А когда он выходит из бункера, тогда что? Как закрывается дверь? Я уже тебе говорила, у двери в стене есть кнопка, как от звонка. Он просто нажимает ее, и дверь возвращается на место. И не спрашивай, нажимал ли я эту кнопку, когда дверь была закрыта, нажимал бестолку. Как насчет стаканчика для меня? Это была обычная, их собственная ласковая развязность, на которую она теперь имела право. Он, смешивая коктейль, спросил, в Мелоне дверь открывается так же? В точности, только кабинет там другой, но бункер он открывает точь-в-точь, как на Парк-стрит. Белли взяла у него стакан. Лично я не понимаю, зачем забираться в бункер? Почему не поиграть и не сделать то, что он хочет? Сарлинг никогда больше тебя не потревожит, он же дал слово. Этого мерзавца надо убрать, со злостью ответил Рейкс. Его надо убрать, чтобы все мы могли жить спокойно. Ты что, не понимаешь? Сарлинг и не собирается нас отпускать. Сделай ему одно дело, он запросит еще и еще. Да, он даст тебе передохнуть, но недолго. Он любит властвовать, пользоваться людьми. Так вот мной он, черт возьми, не воспользуется. Рейкс рейкс обнял ее за плечи, ущипнул твердыми пальцами. Все ее существо наполнилось любовью, она захотела осушить себя, перелить свою любовь в него. Белли крепко прижалась к Рейксу, искала, хотела его взволновать. Он поцеловал ее в висок, отвернулся и сказал, может ли Сарлинг вдруг поехать из Мэлона на Парк Стрит и наоборот, среди ночи, ни с того, ни с сего. Да, он переменчив, как все богачи, раз и захочет чего-нибудь новенького и наплевать ему на беспокойство, которое причинит другим. Может приехать в Мэлон в полночь, даже не позвонив из Лондона. Я помню однажды он на полпути передумал. Его всегда возит шофер? Не всегда. Если я повезу его, в этом нет ничего необычного. Или в Роулсе, или в моей машине, или в одной из других. Потом в постели, вдоволь насладившись любовью, лежа рядом со спящим Рейксом, Белль вспоминала его горькие злые слова. Он любит властвовать, пользоваться людьми. Ведь так можно сказать и про самого Рейкса. Как бы он о ней ни думал, на самом деле, и несмотря на то, что их теперешние отношения ему навязали, Рейкс сумел во всем починить ее себе. Ему это нравится. Она принадлежала Рейксу так, как никогда не принадлежала Сарлингу. Рейкс и Бернерс собрались его убить. Они хотели освободить себя, значит, и ее тоже. Когда она будет свободна, что тогда? Захочет ли он все еще владеть ее? В ней было достаточно здравого смысла, чтобы сознавать, Рейкс никогда на ней не женится. У него своя жизнь в Девоне. Там должна быть или в конце концов будет та, которая станет его женой. Ну и что? Рейкс не из тех мужчин, которым полностью хватает жены. И он захочет ее, Белли, захочет, чтобы часть его жизни принадлежала ей. Он, как и Сарлинг, не расстанется с тем, чем обладает. Он может не вспомнить о ней несколько недель, месяцев, но никогда не отдаст ее другому. Сарлинг сидел в кресле у окна, широко расставив ноги, подавшись вперед и положив руки на наполдашник трости. Время от времени он опускал свою отвратительную квадратную голову, пока подбородок не касался рук, и сидел, как химера, уставившись на Рейкса коричневыми глазами. Сквозь серый пух его волос просвечивало солнце. Вскоре Рейкс понял, что Сарлинг пребывает в другом настроении, нежели обычно. Он говорил легко, доверительно, будто они с Рейксом были веселыми собутыльниками. «Я седьмой сын седьмого сына», сказал Сарлинг. «Наверное, в этом кое-что есть». В Дэване говоря, что такой человек способен заставить разговаривать рыбу, но если он убьет хотя бы одну, то эта сила исчезнет. Интересно. Четверо моих братьев умерли, не дожив до двадцати. Я ушел из дома в шестнадцать лет и уже не вернулся. Родился я в маленькой девушке в Гантингдон-Шири. А эта презрительная провела рукой по своему телу. «Мне досталось от коротышки отца и пугало матери, из которой все сроки высосали шестеро старших сыновей. Его старик потрогал лицо я получил в двадцать один год. Тогда я сделал первые пятьдесят тысяч, отметил это вином и красивой знатной женщиной. Она обошлась мне в пятьсот фунтов еще до того, как переступила порог моей спальни. У коробка спичек на туалетном столике она оставила незатушенную сигарету. Я проснулся буквально в горящей постели. Думал, что попал в ад. С тех пор я не прикасаюсь ни к алкоголю, ни к табаку. Хирурги годами бились над моим лицом, но сделали из него пародию. Однако с тех пор я жил с ним, научился его любить и сделал бы для него все. Вы знаете, почему я говорю вам об этом? Надеюсь, не для того, чтобы вызвать сочувствие. У вас? Сарлинг расхокотался. Возможно, вы хотите оправдаться передо мною. Это тоже пустая трата времени. Неужели? Психолог бы заверил вас, что вся моя жизнь после этого была не более чем месть за малый рост и отвратительную внешность. Честно говоря, все это ерунда. В 21 год я добился только одного, обезобразил лицо и понял, что жизнь лучше без вина и курева. Если бы мы могли поменяться телами, я бы все равно сидел здесь и рассказывал вам о себе, правду о себе. Какую правду? Ту, что обычная жизнь мне наскучила и больше не радует. Я игрок. чтобы чувствовать жизнь, мне надо рисковать собой и своими мыслями. Сделав первые 50 тысяч, нужно быть ослом, чтобы оставаясь в рамках закона, не нажить за 10 лет миллион. Я добился этого, но мне было мало. Я начал приступать к закону, начал всячески рисковать, меня это удовлетворяло и приносило деньги. Я похож на человека, который, сам того, не зная, время от времени сгорает от желания до нога раздеться на людях. А я каждый раз рисковал все больше и больше. И вот теперь опасность должна быть смертельной, поэтому мне нужны вы. Это будет опасность, которая сделает нас легендарными, если правду узнает уже после нашей смерти. Живой или мертвый, черт возьми, я не хочу быть частью никакой легенды. У вас нет выбора. К тому же вы получите много денег за это. Он поднял трость и ткнул ее в рейксы. Я обещаю вам и Бернессу по крайней мере полмиллиона на двоих. Нам больше не нужны деньги. Вы сами не знаете, что вам нужно. У вас не хватает смелости взглянуть в лицо своим желанием. Я точно знаю, чего хочу. Мне нужны ваши досье и святокопии. Мне надо убить вас и возвратиться на родину. Сарлинг усмехнулся и почесал подбородок рукояткой трости. Неужели вы до сих пор не поняли себя? Что по-вашему сделало вас таким? Желание отомстить за отца? Вернуть фамильную усадьбу? Заставить корни семей рейксов вонзиться еще глубже в землю? И вы в это верите? Во что я верю, это уж мое дело. Мое тоже. И если бы меня не было, вы все равно продержались бы от силы года-два, а потом опять бросились бы в пучи. Но вы же шулер, искатель приключений, а не любитель спокойной жизни. Когда в вашей мысли закрадывается правда, вы стараетесь перекричать ее словами об Альвертоне, Мэри Уорбутон, Деване и своей семье. Вам не спасти с даже ценой моей смерти, и вот почему я выбрал из всех досье ваш. Ведь вы похожи на меня, живы одной лишь мыслью о крупной игре и смертельной опасности. Вы с ума сошли? Да, конечно, мы оба сошли с ума. Ваши слова просто способ сказать, что мы отличаемся от большинства других людей. У нас иные мечты. Мы не из жизни, а из тех легенд, которые она создает. Допустим, Рейкс пожал плечами. И когда же мы начнем воплощать их в дела? Через несколько месяцев. И что же будет? в свое время вам сообщат. Сэрлинг стал. Мне кажется, что говоря о любви к опасности, вы забываете, что подвергаться ей будем мы с Бернерсом. На основной исполнительной части, да. Но вы не хуже меня знаете, что существует опасность не только физическая, человек. Может рисковать в мыслях, даже когда просто говорит по телефону, рисковать собой, своей душой, судьбой, вот настоящая отрада. Рейкс, которому внезапно наскучила драматика, сказал, вам нужно лечение, и я знаю, каково бы при случае было мое. Сэрлинг сморщился и с наслаждением сказал, это тоже меня пьянит, вот та опасность, в которой я чувствую себя живее других. Знать, что стоит мне хоть раз ошибиться, и вы убьете меня, я благодарен вам за это. Не трудитесь благодарить, вы только ошибитесь, и клянусь в день вашего убийства, я тоже буду чувствовать себя живее большинства людей. Сэрлинг еле заметно кинул и ушел, оставив Рейкса размышлять над сказанным, боже мой, искатель приключений, смертельно рисковать, чтобы разогнать кровь в жилах, старик сошел с ума. И все же Рейкс понимал, что переигрывает, полностью отрицая Сэрлинга. В то утро он встретился с Бернерсом, они долго обсуждали те сведения, что уже были у них в руках, и набросали черновик действий. ни о каком окончательном плане не могло быть и речи, пока не будет раскрыт секрет замков в бункерах. Вы узнали что-нибудь о гранатах? спросил Рейкс. Да. Удивительно, сколько можно выудить из общедоступных источников, если знать, где искать. И он рассказал Рейксу о газе. Оказывается, в прошлом году в Лондоне в отеле Боннингтон под руководством библиотеки мира Джеда Бернерла, просветительской организацией, созданной, чтобы шире использовать науку на благо мира и процветания, прошла конференция по химическому и биологическому оружию. Участники хотели оценить его современный уровень и обсудить моральную ответственность ученых относительно развития и использования этого оружия. Все материалы конференции были изданы отдельной книгой. «Я попытал счастье», сказал Бернерлес. Взял и позвонил им, спросил, что они знают о газе под названием 3-93-GF1. Говорят, это нервно-паралитический газ. Американцы называют его В или Г газом. Еще он известен как CMFF или циклогексил метилфосфонатарал. Используется для расправы с демонстрантами, человек теряет от него сознание на несколько секунд. Без цвета, без запаха. Очень скоро улетучивается. В закрытом помещении смертелен, если вдыхать его несколько минут. Любой врач, не зная о газе, установит смерть от разрыва сердца. Так оно сущности и будет. Неплохо работают ребята, а? И у них был целый ящик. Рейкс вспомнил, как падали овцы. Одно из них перепало изрядной порции. Бернес ушел. Оставшись в одиночестве, Рейкс вдруг почувствовал, что устал и выдохся. Придя домой, Белли сразу догадала, что он не в духе и немного пьян. Пепельница на полу полна окурков, рука со стаканом виски на подлокотнике кресла. Рейкс взглянул на нее и попросил «Скажи мне что-нибудь хорошее. Скажи, что он упал с лестницы и сломал шею». Она подошла и легонько поцеловала его в лоб. «Что с тобой? Ничего. Я просто жду удобного случая». «Я знаю». Она пошла в спальню, сняла пальто и подкрасила губы. В зеркале увидела, как он раздраженно почесал затылок. Белль научилась понимать чувства Рейкса и уже могла предугадать его настроение. Она знала его жесты и мимику и часто догадывалась, какое состояние души они отражают. Раньше с другими мужчинами такого никогда не бывало. Она вернулась к Рейксу села на подлокотник кресла. Белль чувствовала, что выглядит прекрасно, заметила, как его взгляд прошелся по ее ногам и остановился на новом оранжевом платье. Она наморщила нос, а он невесело подмигнул ей. У меня есть для тебя кое-что, сказала Белль. Я это понял. Умница. Ты узнала что-нибудь о бункере? Ну, прямо таки мысли читает, обрадовалась Белль. Да? Он был дома почти весь день. Ходил бункер дважды и мне удалось все хорошенько разглядеть. Он сдвигает верхнюю пластинку двумя пальцами правой руки, а потом поднимает левую руку и прижимает большой палец к нижней пластинке. Вот так. Она показала его движение. Нажимает и держит, а после сдвигает пластинку, зацепив кончиками пальцев за краем. Ясно, что все дело в его большом пальце. А ты сама так пробовала? Конечно, когда он ушел. Но у меня ничего не получилось. Я прижала большой палец к пластине, звинула ее и стала ждать, но секунд через пять она просто снова стала на место. Странно, правда? Да, странно. Рейкс наклонился вперед. Ну, в общем, так ведь и должно быть. Я сделал еще кое-что. Видишь ли, он купил Мэон Парк давно, а дом на Парк стоит только четыре года назад. Перед его приездом там многое переделали, и бункер поставили тогда же. А счета за работу, услуги, как и все остальное, расчетные книжки, к примеру, и ликвитанции за топливо, их не выбрасывают. Следить за ними часть моей работы. Поэтому я взяла порыва с бумаги, и знаю, что я нашла. Ты нашла счет за установку бункера. Точно. Работу выполняла лондонская фирма Финч и Лайл Локен сейф компанией. Их контора на площади Фицеры. Бумаги значатся за установку того-то и того-то по аналогии с существующим бункером Меон парки. Значит, оба сейфа сделала одна и та же фирма. Ничего о работе замка? Нет. А еще вот что. Финч и Лайл отделение одной из крупных компаний. Не знаю, насколько это важно, но думаю, ты заинтересуешься. Знаешь, как-то страшно смотреть на эту дверь. А я раньше на нее и внимания не обращал. Он просто прижимает палец, толкает пластинку и дверь открывается. Что за чудеса? Не знаю. Но собирались выяснить. Рейкс встал, притянул ее к себе, поцеловал и сказал, что бы я без тебя делал? Нашел бы себе кого-нибудь другого? Он поднял руку, коснулся ее щеки. Белль глубоко тронула эту нежность. Ты и я и Бен хотим вырваться из плена. И для этого я сделаю все, воспользуюсь кем угодно. Скажу откровенно, я решил использовать тебя с самого начала. Быть добрым к тебе и переманить на свою сторону. Но какая разница, с чего это началась, ведь теперь все не так, ты это знаешь. Ты понимаешь, это когда я обнимаю тебя, когда я с тобой в постели, или когда мы просто сидим и читаем, верно? Ну да, я считаю так. Не надо больше считать. Рейкс притянул ее к себе и поцеловал. Он почувствовал, как она прильнула к нему, и ее тело затрепетало от возвышенной неискрываемой страсти. Рейкс прижался к ней, как будто и в нем жила та же страсть. А в далеком холодном подвале своего мозга он вычислил, что теперь с ней можно уже считаться, как с некой постоянной величиной, полностью определенной вычислениях его и Беннесса, до тех пор, пока жив Сарлинг. А потом они уберут и ее. прикидывая, как лучше подойти к Финч и Лайл, он почувствовал на щеке ее теплую счастливую слезу. С бункером Беннесса пока беспокоить не стоило. Под чужим именем Рейкс снял номер в Браунс отель на Довер стрит. А тут он позвонил Финч и Лайл и поговорил с ответственным за сбыт. Он объяснил, что звонит от имени архитектурной фирмы в Северной Англии, которая строит фабрику для широко известной североирландской ковровой фирмы. А сам Рейкс ведет переговор насчет скобяных изделий для фабрики. В основном он интересуется дверными петлями, замками, ручками и сейфами. Дело может обернуться тысячным контрактом. Глаза агента по сбыту должно быть жадно сверкнули. Рейкс почудилось, что он у реки, а из воды вынырнул Хариус, заглотил наживку и потащил ее вглубь. На другое утро Рейкс провел два часа в конторе Финч и Лайл, просмотрел каталоги, а потом повел ответственно за сбыт обедать в ресторан. Они начали с двух больших стаканов розового джина, а за бутылкой бургундского и двумя рюмками Брэндис Кофи агент совсем уже пришел в радужное настроение. Рейкс как бы незначай заметил, что на следующий день он завтракает с представителем другой компании. «Естественно, старик, надо же рассмотреться, но твои штучки мне вроде бы подходят», сказал Рейкс, зная, что этим приблизит жертву к закланию. Потом Рейкс позавтракал с ним еще раз. Тут он без воодушевления рассказал о другой фирме и намекнул «Если Финч и Лайл получат контракт, то строго на основе конкуренции, старик, ты же знаешь». Через два дня, проведенных якобы на севере Англии, Рейкс повел его обедать в ресторан. Он закрепил их дружбу вином, а потом заметил, что председатель ковровой компании хотел бы иметь у себя небольшой бункер. Яркая личность, всегда жаждет чего-нибудь новенького, берет то, что ему действительно нравится и чем можно похвастать. Совершенно дурачный, сбитый с толку менеджер был похож на рыбу, которая сама лезет в сеть. «Знаешь, как раз такую штуку можно сделать», доверительно сообщил он. «Пока еще не на конвейере, но несколько прототипов мы уже кое-кому установили, чертовски оригинальная вещь. Вообще-то они в нашем тайном списке и сказать тебе, кому мы сделали пару таких бункеров». Рейксу принесли все прямо на тарелочке. В полночь он посадил агентов такси. Они остались с друзьями и Рейкс вернулся к себе на север. А через два дня, через Белль, сыгравшую роль секретарши, он снова позвонил ему. В голосе Рейкс намешались печаль и злость. Он сказал, что весь проект лопнул, как мыльный пузырь. Черт возьми, власти Северной Ирландии мудрят землей и финансами и что не все потеряно, но дело пахнет керосином. «Если что-нибудь выплывет, я тебе сразу же позвоню». Звонка этого, конечно, никогда не последует. Рейкс сидел в кресле со стаканом в руках. Пока Белли копошилась на кухне, он все обдумал, понял, что теперь уже можно тихо и спокойно отправить Сарлинга на тот свет, благополучно овладеть досье в Мэон парке и на Парк стрит. Замок, открываемый отпечатком пальца. Патент на него уже получили, но сам замок, хотя и не держался в секрете, но пока не продавался открыто. Прижимаешь большой палец к блестящей металлической пластинки и оставляешь четкий отпечаток. Сдвигаешь пластинку, а там фотоэлемент, он просматривает изгибы и завитки и сравнивает их с заранее условленным эталоном. Если они совпадают, то дверь открывается. При слоне другой палец и электрический глаз внутри мгновенно отличит его, толкнет вытертую пластинку назад, а дверь останется закрытой. Бернерс просто обалдел, когда узнал об этом. Такие штучки он любил, несмотря на то, что предпочитал восемнадцатый век двадцатому. Сарлинг умрет. Рейкс и Бернерс будут свободны, и тогда им останется решить сравнительно простую задачу с Белль, которая возится теперь на кухне, довольно мурлыча что-то про себя, будто уже много лет замужем за Рейксом. Белль готовила обед. Она склонилась над поваренной книгой. Мысли ее работали в двух направлениях. В книге было написано «Варить гребешки в белом вине десять минут, затем разрезать каждый на четыре части». Он сказал «Замок отпирается отпечатком большого пальца, я не совсем понимаю техническую сторону дела, но он так работает». А в книге «Подбросьте масло, лука, грибов и петрушки, добавьте немного муки, чтобы получить густой соус». Почему в ней нет таланта кухни, с каким родятся все женщины? Что значит «Подбросьте масло»? Обложить их маслом, что ли? Рейкс изменился. Это уже точно. Он честно поступил, сказав ей обо всем, воспользовался ею. Она поняла его, но время еще не пришло, а что-то уже происходит. Варить все вместе несколько минут. Дай Бог, чтобы все удалось и гребешки, и наши отношения. «Белое вино». О каком белом вине идет речь? Сухом или крепленном? Она выпрямилась, смахнув со лба волосы. Есть и то, и другое. Лучше смешать их поровну. Бернерс сидел у окна, разложив перед собой фотографии, заметки и планы на маленьком столике времен королевы Анны. Полдень казался туманным от темно-золотистого цвета низкого зимнего солнца. Бернерс думал, что завтра поедет в Мэлон парк и во очи увидит то, что теперь лежало перед ним на снимках. Он уже изучил дом на Парк стрит, мог закрыть глаза и ходить по нему так же уверенно, как ходит по тьмах кот. Он мог войти в столовую и в полной темноте без труда достать из бухета графин Шерри. Мэлон парк тоже оживал для Бернерса, но он знал, что не будет полностью обладать им, пока не увидит дом собственными глазами. Бернерс попивал Рейнвейн, спокойный, довольный, полный радостного любопытства, какого не испытывал со времени последнего дела с Фрэмптоном. Он еще раз обдумал план, который составил, узнав о замке с отпечатками пальцев. Операция начнется в Мэон парке. Просто потому, что там меньше прислуги, значит меньше риск, что тебя увидят или потревожат самый ответственный момент. Сарлинга нужно заставить в Мэоне врасплох открыть бункер отпечатком его большого левого пальца. Сарлинг с кляпом во рту или без сознания, прекрасно понимающий, что его ждет, мгновенно осознавший их план и свою беспомощность. Бернерс радовался, что все так сложно. Легкая задача приносит не удовольствие, а только скуку. Сарлинг откроет бункер, отдаст досье, а потом под нажимом с их стороны изменит свои планы и объявит прислуги, что уезжает в Лондон. Неподсветливый самозбродный старик спустится по дубовой лестнице к автомобилю, мисс Викерс будет за рулем, подфарники осветят окаймленную вязами дорогу, струйка выхлопных газов взовьется за машины и как морось. Только стариком этим уже не будет, не сможет быть Сарлинг, это будет сам Бернерс. Рост и сложение у них почти одинаковые. При этих мыслях у Бернерса не возникло ни страха, ни дурных предчувствий. Где-то машина должна остановиться, чтобы забрать настоящего Сарлинга и Рейкса. Он позволил себе мысленно пройтись по всему плану, время от времени так и сяк прикидывал какой-нибудь пункт, придирчиво искал возможные просчеты. Газовые гранаты взрываются почти бесшумно, но осколки надо подобрать. От вещеток пальца живого или мертвого Сарлинга с работы это на Маун Стрит. Хитрый замок, у него свои тонкости, как, впрочем, и у любого запора, но нет такого замка, который нельзя обмануть или взломать. Обдумывая план, Бернерс вспомнил фотографию замка, которую видел в музее Виктория Энд Альберт. Он попытался вспомнить имя мастера. Старинный замок. Да, Иоганн Уилкс Бирмингемский. Ему всегда нравилось это Бирмингемский. Дел Иоганн Уилкс Бирмингемский. Ну что ж, под смертью Сарлинга скоро можно будет подписать Дел Обрикетуэлл. Сарлинг мертв, Сон перешел в смерть. Красное омерзительное лицо, ободранное, пятнистое, станет к утру застывшей маской, и слуга, раздвигая шторы, будет гразить на бугор под стеганым одеялом, который когда-то был живым, и не почувствует ни сожаления, ни горя, а только испуг, потому что такие люди, как Сарлинг, никогда не находили путь к сердцам других. Бернер сидел, обдумывая детали, ведь так делились их обязанности с Фрэмптоном. Фрэмптон стоял впереди, нес собой уверенность и убежденность, нужные слова и манеру поведения. Они оба увязывали комбинацию, как делали это всегда, и лишь только раз их содружество обратилось к крошечной крапинке плохой работы. Хотя в этом был виноват Фрэмптон, Бернер не осуждал и не злился на него, ни о чем не жалел, что не делается все к лучшему. У него снова есть задача, достойное внимание. В конце концов, ему уже наскучило безделье в Брайтоне. На другое утро Сарлинг приехал на Маун-стрит. Его встретил один Рейкс. Минут пятнадцать старик сидел в кресле у окна и говорил почти без перерывов. Он нахохлился, как ворона, в голосе его звучала властность, как у директора на собрании, когда решение уже принято, работа распределена и с немногими возражениями покончена. В нем не было ни снисхождения, ни отголоска дружбы, ни признания их явной вражды. Рейксу просто изложили задачу, дали приказ. Когда Сарлинг поднялся уходить, Рейкс спросил, и откуда все это золото возьмется? Узнаете позже. И моя задача будет взять его? Конечно. Не пойму, почему не рассказать детали сейчас же? Пока вам не нужно их знать. Сперва мы должны подготовить рынок. У вас для этого есть все нужные сведения. Так я буду выступать от собственного имени? Да. Хоть капля здравого смысла. Конечно. Но он и сам себе не хозяин. Главари в этом деле никогда не появляются. Откровенно говоря, даже их имена редко знают. Вы будете играть роль подставного лица и поговорите с ним о деле. Он может заинтересоваться, откуда оно исходит. Тогда вы встанете и уйдете. Знаете, мне иногда хочется послать вас к черту. Желаю всего наихудшего. Я выхожу из игры, сказал Рейкс со злостью. Ради бога, но это лишь пустая фраза. Вы же знаете, что не можете так поступить. Когда Сарлинг ушел, Рейкс набрал названный им номер телефона. Ответил мужчина. Да. Тони вернулся и хочет встретиться. Рейкс назвал данный Сарлинг пароль. Какой Тони? Голос не изменился, любопытство не пробудилось в нем. Эпплгейт. На том конце провода положили трубку. Рейкс подошел к окну и закурил сигарету. Это был сон, сплошной кошмар. И Рейкс попал в него, к тому же в главной роли. Через пять минут зазвонил уже его телефон. Тот же голос спросил Тони да сегодня в четыре часа отель Ритц номер девяносто семь. Войдете без стука. Спасибо. В четыре часа Рейкс вошел в отель Ритц. Главному входу только что подкатила свадебная процессия. Мужчины в праздничных костюмах с глаздиками в петлицах, девушки в туфлях на высоких облаках, в шелковых юбках и платьях, чарующая подвенечная фата. Вот так будет и у него, когда он возьмет в жены Мэрии серые и черные цилиндры, вспышки фотоаппаратов и выстрелы шампанского. Тот же высокий смех и сплетни. Рейкс приводит невесту Вальвартон. А сейчас этот Рейкс, подумал он, идет к Лифту, чтобы договориться о сбытии золота, того самого, который ему надо еще украсть. Тони вернулся и хочет встретиться. Куда же его толкают, черт возьми? Он открыл дверь девяностоседьмого номера и через маленькую прихожую прошел в гостиную. Все в комнате было зеленым. Зеленый ковер, диван и кресло, зеленые с белым штором. Лишь в вазе на столе желтым, бронзовым и красным светились хризантемы. За маленькой конторкой сидел человек и что-то писал. Он поднял голову, улыбнулся и кивнул Рейксу, указав рукой на стул. Блеснула белоснежная манжета и золотая запонка. Человеку было лет тридцать, темноволосый, загорелый, все у него было чистое, только что выглаженное и выстиранное. Сверкающие зубы, здоровые белки глаз, в них светилась дружеская улыбка. Он излучал теплоту среди земноморского солнца, двигался точно и уверенно, знал, кто он и чего хочет, полностью согласный со своим тайным миром. Уравновешенный видно, что знают все тонкости своего дела, и, казалось, ему на роду было написано занять это место в роскошных сумерках подпольного мира, где правит золото. Если вы курите, то вон там, в коробке сигареты. Он снова склонился над столом. Он специально выдерживал эту полную дружеского понимания паузу, которая давала Рейксу пару минут, чтобы освоиться. Рейкс с удивлением обнаружил, что нервничает и не готов начать разговор. Он достал свои сигареты. Услышав щелчок зажигалки, мужчина поднял голову и развернул стол так, чтобы смотреть Рейкса в лицо. Хотите приступить прямо к делу? Без обычной болтовни? Да. Рейкс почти обиделся. Человек был добр к нему, потому что понимал его беспокойство. Хорошо. Сколько вы предлагаете? Назовите цену крупных слитков по 400 унций, но среди них могут оказаться несколько килограммовых. Сколько каждых? Точно пока не знаю, от 50 до 100 крупных, а килограммовые не знаю, но цену все равно можно установить. Мужчина улыбнулся. Цену всегда можно установить, если обе стороны того желают. Если взять по 35 долларов за унцию, это цена казначейства США, то слиток в 400 унций будет стоить около 14000 долларов, а килограммовые 1120 долларов. Но это, конечно, не наша цена. На свободном рынке унция золото стоит значительно дороже 40 долларов. Не подмажешь, не поедешь. Нам для торговли нужны килограммовые слитки или настоящие штучки вроде ваших. Он что-то вынул из кармана и бросил через стол. Рейкс поймала золотую плитку размером с большую шоколадку. Слиток в 10 унций. На востоке, в таких странах, как Индия, их миллионы. Азиаты не очень-то доверяют бумажной валюте. Золото из золота. Оно уже не обесценится. А ваше, наверное, будет из Лондона? Вероятно. Когда приводят? Приблизительно в апреле будущего года. Куда? Это влияет на цену. Я хотел бы узнать расценки и для Англии, и для Европы. На доставке в Англии вы много потеряете. Цену мы дадим, но лучше бы привезти золото на континент. Это поднимет стоимость операции, но не настолько, чтобы перекрыть разницу в ценах. Как насчет платы? Доллары? Любая. Мужчина улыбнулся. Если захотите, найдем даже вьетнамские пиастры или камбоджийские реалы. Доллары. В иностранном банке. Когда договоримся о цене, вы назовете точное место. Швейцария, Бейрут. Но смотрите, если будем расплачиваться в долларах, вам придется проследить масштаб обмена. Думаю, не обидел вас, сказав об этом, правда? Да что вы. Просто у меня сложилось впечатление, будто вы новичок в этом очень хитром бизнесе. Однако нам можно полностью доверять. Мы назначаем цену, доставляете золото, и мы за него платим. В нашем деле так, если обманешь, тебе больше ничего не доверят. Словом, круговая порока. Иногда маленькие люди, агенты или поставщики, все же пытаются обмануть, но за это они платят жизнью. Мы находим их, куда бы они ни зашились, и так, чтобы успокоить вас, говорю, мы работаем только честно. мы просто бизнесмены и заправляем рынком, который правительство сами же создали своими ограничениями, твердой ценой на золото. Некоторые страны даже запретили своим гражданам покупать или хранить у себя слитки. 35 долларов за унцию это официальная цена. На черном рынке золото продают по 40, 60 и выше. Этой разницей в цене мы и покрываем свои расходы. Я знал одного капитана, который, следуя из Персидского залива в Индию, попав в шторм, выбросил весь свой груз за борт, даже не надеясь его потом поднять. Мы потеряли 130 тысяч долларов, но ничего, выдержали. Ведь капитан сделал то, что обязан был сделать, поэтому он до сих пор работает на нас. Извините, если я слишком много говорю, но мне хочется, чтобы вы представляли нашу фирму в верном свете. на нас вы можете положиться. А вы уверены, что можете положиться на меня? Сверкнули белые зубы. Кто-то дал нам ваш номер, а вам имя Эпплгейт и наши координаты. Вот оно, доверие. Он встал. Позвоните недельки через две, а к тому времени у нас что-нибудь для вас появится. Спасибо. Рейхс встал и протянул ему слиток. Мужчина покачал головой. Оставьте его себе. Подарите своей подруге. Как гражданину Великобритании вам запрещено хранить золото, но сомневаюсь, что такая мелочь вас обеспокоит. Он проводил Рейхса до двери, пожал ему руку и добавил. Не трудитесь проверять меня, когда спуститесь вниз. Я зарегистрирован под именем Бенсон. Чисто английская фамилия, не так ли? Впервые в жизни Рейхс почувствовал себя безвольным, почти неполноценным. Он казался себе зеленым новичком, который подчиняется приказам хозяина, не совсем понимая их. Такое состояние было новым, и он сразу ненавидел. Рейхс привык быть независимым и плавать в водах, которые знал, как свои пять пальцев, а сейчас все было наоборот, он играл в поддавки. Ему приходилось притворяться, что в один прекрасный день его вовлекут в операцию, которую уже продумал Сарлинг, но он не собирается с ним связываться. Сарлинг будет убит, а Рейхс вернется в Девон. Он даже по-настоящему не заинтересовался миром золотой контрабанды, потому что не собирался с ним работать. 50 слитков по 400 унций каждый стоит 700 тысяч долларов. 100 таких слитков миллион 400 тысяч, то есть почти 750 тысяч фунтов. Что за чертовщину задумал Сарлинг? Его нужно уничтожить. Рейхс остановился посреди Бонн-стрита и не обращая внимания ни на пешеходов, ни на машины, бросил слиток в урну. Хватит с него Сарлинга и Бензона. Встретив Рейхса в королевском автоклубе, Бернерс спросил, «Думаю, Сарлинг не такой дурак, чтобы попытаться взять банк. Может, он хочет ограбить какого-нибудь агента или взять что-нибудь в пути?» Успокоенный тем, что Бернерс снова рядом, Рейхс взял себя в руки. Он сказал, «Я не знаю, что задумал Сарлинг. Я просто-напросто не имею к этому никакого отношения. Вы ездили в Меон. Когда все будет готово? Я уже готов. Нужно только, чтобы вас за несколько часов предупредили, когда Сарлинг поедет ночевать в Меон парк. Так, чтобы можно было переехать туда раньше него. Завтра он уезжает за границу. По словам Белль Викерс, на три недели. Хорошо. Тогда у нас есть время встретиться еще раз и все окончательно обсудить. Потом можно будет подготовить и ее». Рейхс покачал головой. «Дело с золотом не дает мне покоя. Этот парень Бенсон вел себя так, словно речь шла о коврах. Уж так все и чинно, и буднично». Бернерс засмеялся, провел рукой по выцветшим волосам. «Вы занимались тем же самым, но в меньшем масштабе и с другими товарами. Понятно, почему Сарлинг выбрал именно вас. Кстати, ему не трудно было найти этого агента. Большинство международных миллионеров хранят золото в каком-нибудь подвале за границей. У него, наверное, есть связи с каким-нибудь нефтяным тузом или греческим корабельным магнатом, который даст ему номер телефона или несколько кодовых фраз и тотчас забудет об этом. По-видимому, Сарлинг интересуется контрабандой золота на восток. Он будет так далеко от своей операции, что его никогда не найдут. Честно говоря, я бы сначала хотел узнать его планы, а уж потом убивать. Зачем? Бернерс прокатил по столу несколько хлебных крошек. Мы могли бы обдумать их и, возможно, решились бы сделать дело сами. Нет уж, увольте. Лично я хочу просто убрать его с дороги и вернуться туда, откуда пришел. А вы? Да, я, наверное, тоже. Так давайте же покончим с ним. А девушка? И с ней тоже. Но эту смерть нельзя торопить. Да и выглядеть она должна как несчастный случай. Но ведь я не прошу вас связываться с ней, я все сделаю сам. Бернерс покачал головой. Я останусь с вами. Этим делом надо заниматься вместе. Он посмотрел на часы. Я должен успеть на поезд. На Рождество Рейкс уехал в Девон и застрял там. Дома накопилось много дел. Теперь уже скоро он переедет в Альвартон. Он договорился со строителями и уточнял списки мебели, которую еще должен был достать агент в Эксетере. К тому же он хотел поставить в доме немало и новой мебели. Рейкс обсуждал все это с Мэри. Хотя они не были еще официально помолвлены, никто не сомневался, что эта свадьба состоится сразу после новоселья в Альвартоне. Рейкс хотел, чтобы помолвка была именно там. Два дня Мэри жила в его доме, нарочно сминала постель в отдельной комнате, которую по утрам убирала миссис Гамильтон. Служанка ценила такое соблюдение этикета, она не обманывалась, да и Мэрина это не рассчитывала. Они вместе с Рейксом ходили по магазинам, навещали знакомых, часто подолгу гуляли у реки или на торфяниках. Сарлинг, Маунт-стрит и все кошмарные лондонские события отступили от Рейкса. Он вернулся в свою страну, в свою стихию, и стоило ему побыть здесь несколько часов, чтобы родные места, как и всегда, полностью захватили его. Но сейчас что-то все-таки изменилось, и он не мог этого не заметить. Переменились их отношения с Мэри, и он не мог понять, кто виноват в этой перемене. Чтобы успокоить себя, он объяснял ее незримым присутствием Белль. И хотя знакомство с Белль ему навязали, подстроили обстоятельства, ее тень и здесь не отступала от него ни на шаг. Рейкс чувствовал, что и Мэри не находит себе места. Бывал, он поворачивался к ней и ловил ее задумчивый взгляд. Рейкс притворялся, что не замечает этого, и она, словно подыгрывая, отбрасывала грусть, заставляла себя шутить, изо всех сил пытаясь убедить его, что между ними все по-прежнему. Но иногда притворство предавало Мэри. Как-то ночью Рейкс проснулся и, чувствуя рядом с собой тепло девушки, коснулся ладони ее щеки. К своему удивлению он почувствовал, что она влажная от слез. Рейкс ласково приблизил ее лицо к своему и поцеловал в глаза. «Отчего ты плачешь?» спросил он. Немного погодя, набравшись смелости у темноты, она ответила, «Это от счастья. Оттого, что ты здесь у нас все еще впереди. Когда девушка счастлива, ей остаются только смех или слезы. Иногда мне нравится плакать от счастья, но не очень хочется, чтобы ты это видел. Мужчины всегда считают слезы признаком горя. Если что-то не так, ты бы мне сказал, правда? Да, если тебе стоило бы это знать. И если между нами что-то изменилось, я должен знать об этом?» Рука Рейкса скользнула по изгибу ее груди. «У меня все есть, никаких проблем. Так прости мне эти глупые слезы». Он приждал девушку к себе с той редкостной нежностью, которая жила между ними и правила ими. Потом, когда она уснула, он лежал, смотрел, как утолщался лунный луч на стене, постепенно превращаясь из тонкой рапиры в плоский римский меч. Рейкс понимал, что у него не все еще есть, но недостающий со временем придет. На другой день Рейкс и Мэри ездили на аукцион в Майнхэт. Накупили старинные серебряные посуды. На обратном пути остановили скобачки и якорь вдаль в Ортоне выпить по стаканчику на вечер. Сидя бок о бок за стойкой, Рейкс и Мэри рассматривали лисью головы над камином, ели огромную фаршированную форель, и вдруг ни с того ни с сего Мэри спросила, «Если бы тебе пришло составлять список самого дорогого, что бы ты поставил вначале?» «Тебя, конечно. Потому что любишь?» «Я знаю, мы с тобой понимаем любовь по-разному», вздохнула она, «но все-таки меня потому что ты действительно любишь, несмотря ни на что?» «Да, конечно, но как понимать это несмотря ни на что?» «Я, в общем, даже не знаю. Пожалуй, я имею в виду настоящую любовь и не просто желание вписать меня в картину, которую ты себе мысленно нарисовал, то есть мы, Альбертон, твоя отставка, дети, спокойная жизнь». «Ну, разумеется, и это тоже. Но все же больше всего я хочу иметь тебя». «Да что с тобой стряслось?» «Два сухих мартини, я думаю», засмеялась Мэри. «Выпей еще, тогда вино ведет тебя совсем в другую сторону», улыбнулся Рейкс. Но по дороге домой он снова и снова задумывался над ее словами, что она все-таки хотела сказать. А раньше Мэри, как и он, принимала их любовь как должное. Это не ревность. Мэри прекрасно знала, что время от времени у него бывают другие женщины и хорошо понимала, что после свадьбы не будет никого кроме нее. Ему уже не понадобятся другие. Потом его осенило. Может быть не она хочет мне что-то сказать, а наоборот ждет чего-нибудь от меня? Наверное, это дело с Сарлингом сказывается на мне, и она ждет доказательств того, что я не изменился. Какой-то зверь перебежал дорогу при свете фар. Клиса? спросила Мэри. Нет, выдра путешествует. Наверное, бежит из барля в Экс. У Рейкса не выходил из головы тяжелый поступь животного. В первый раз он увидел выдру восьмилетним альфишкой, спрятавшись за запорошенным снегом дубом. Отец держал его за руку, но в конце концов Эндрю не выдержал и полукрикнул, полузасмеялся, когда вниз скатила старая выдра, растопырив лапы, стуча по льду хвостом. Шум испугал зверика. Ему было тогда всего восемь лет, и вот уже восемь лет Рейкс так хотелось постоять там, держав в своей руке маленькую руку Мэри. Поздно вечером в среду Рейкс вернулся в Лондон. Белль обиделась, что в ту ночь он не спал с ней, но не подала виду. Рейкс перешел из одного мира в другой, ему нужно было время, чтобы перестроиться. В четверг он встретился с Бернессом, и они обговорили последние детали ликвидации Сарлинга. Оставалось ждать, когда он приедет и предоставит им возможность действовать. Рейкс заехал в клуб, потом вернулся на Маун-стрит и подробно рассказал Белль об их плане. В ту ночь Рейкс спал вместе с Белль. Белль ему нужна, она нужна им, она должна полностью принадлежать им до тех пор, пока не будет использована полностью. Рейкс должен был ехать в Деван на Ликенд, но из Парижа позвонил Сарлинг и передал Белль, что возвратится, видимо, в субботу, так что вечером она может подвезти его в Маун-парк. Там он намеревался пробыть до понедельника. На другое утро в восемь часов на Маун-стрит опять зазвонил телефон. Белль подняла трубку. Сарлинг снова из Парижа. Когда он закончил, Белль пошла в спальню, там в брюках и рубашке сидел Рейкс. На шее у него болтался незавязанный галстук. Рейкс перестал причесываться и улыбнулся ей, такой большой и сильный мужчина, которого она обожала. Он встал, нежно взял руками ее лицо, взглянул прямо в глаза, а потом забрался пальцами в волосы. Кто звонил? Сарлинг. Он определенно возвращается. Когда? Завтра к полудню. Надо ехать на Паркстри встречать его, потом отвезти в Мэлон. Он будет там весь уикенд. Рейкс, не сказав ни слова, пошел в гостиную. Белли услышала, как Рейкс набирает номер и поняла, что он звонит Бернарсу. Она слышала осторожные слова, прикрывающие истинный смысл, но вполне понятные человеку на другом конце провода. Когда он положил трубку, она вышла к нему. Ты и впрямь собираешься это сделать? Он повернулся, почти взакрыв собой окно и, завязывая галстук, сказал без всякого чувства и ударения, через два дня этот мерзавец будет мертв. В ярости от его равнодушия она воскликнула, я могу тебя выдать. Выдавай, ответил он тем жетоном. Продай меня, испортив все обеден, но я придумаю что-нибудь другое. В рабстве у Сарлинга я не собираюсь жить ни одной лишней секунды. Рейкс обнял ее за плечи и привлек к себе. Бэль поняла, что он не собирается больше обольщать и завоевывать ее. Он знает, что она у него в руках и ничего не расскажет Сарлингу. Рейкс поцеловал ее, отступил на шаг и сказал «Я понимаю тебя. Твои чувства, как предрассветный час, самый холодный в ночи. Горячий кофе, вот что тебе поможет». «Прости, мне кажется, я просто... Ну, я испугалась. Он вдруг позвонил, и все это внезапно на нас свалилось. Кофе, и не волнуйся», ответил Рейкс, тронул ее за щеку и ушел обратно в спальню. Белль пошла на кухню готовить кофе, не закрыла ни одной двери, потому услышала, как он насвистывает песенку, и она поняла, что впервые видит его действительно счастливым. Звонок Сарлинга стал началом его освобождения, он летит вниз по лестнице, будто мальчишка, который торопится из школы, как узник из тюрьмы и поет, как птица, потому что перед ним черт возьми свобода. Самолет Сарлинга сел в лондонском аэропорту чуть позже полудня. Его ждали машины и шофер из Оверсис Меркантайл Бэнк. Сорок минут спустя он вошел в квартиру на Маунт Стрит. Рейкс сидел в кресле у окна и читал газету. «Бэль уехала на Парк Стрит?» спросил Стрит. «Да». «А я не завтракал. У вас найдется стакан молока?» Рейкса так и подмывал ответить «Налей сам, если хочешь». Но потом, сочтя Сарлинга уже за мертвеца, решил, что кощунственно с его стороны отказать стреку в последний раз, как кощунственно не положить петокина мертвые глазницы. Он принес молоко. Сарлинг сел. «Я знаю, у вас есть дела в Девоне и решил прийти сюда все обговорить, чтобы освободить вас на несколько дней, а потом делайте, что хотите, но думайте о том, чего хочу я». «А заши знаменитой операции?» «Точно». Сарлинг осушил стакан и поставил его на стол. Молоко оставило на стенках серые подтеки. «Как насчет сбыта золота?» «Скоро я узнаю цены и подробности доставки». «Отлично». «Хочу, чтобы вы уяснили одно, половина дохода вам и Берносу». «Вы интересуетесь только острыми ощущениями». «Большим риском?» «Да». «Так где они?» «Мы с Берносом должны обдумать и выполнить всю операцию. Вам же остается только стоять у нас за спиной и махать флажком». «Вы неправильно меня поняли». «От вас мне нужно только выполнение». «План будет моим». «Хорошо же вы все разделили. Если что-нибудь случится, не говорите, что вы не задумывались об этом. Вас никогда не найдут. вы будете так далеко за своим титулом международного финансиста, что никто вас и тронуть не посмеет, если даже заподозрит». «Однако давайте свое задание на каникулы, я уйду и выполню его». «Отлично. Мы украдем золотые слитки». «Я это понял». «Не из банка, не из сейфов, торговцем золотом, не из почтового фургона». «Мы украдем их с корабля в открытом море». «Нравится?» «Нет». «Но одному из моих предков возможно и понравилось бы он служил у Дрейка». «С какого корабля?» «С самого нового и красивого в мире, самого последнего на знаменитой линии». Сарлинг открыл портфель, вынул какой-то журнал, подал Рейксу. журнал оказался рекламным проспектом с обрушкой из белой глянцевой бумаги. Красными буквами на нем было написано «Новый морской лайнер Королева Елизавета 2». Рейкс раскрыл наугад. На него с фотографией во весь разворот смотрели трое мужчин в полной форме кунарского пассажирского флота. Капитан, главный механик и администратор отеля «Королева Елизаветы 2». Фуражки с белым верхом, золотой ремешок на колышке, кокарда в виде увенчанного корона льва с земным шаром в лапах, белые рубашки, черные галстуки, погоны, темно-синие кители с восемью блестящими пуговицами, четыре золотых кольца на рукаве капитана. Его бородатое лицо загорело и оветренное, волевое и просмоленное непогодой и впрямь напоминало лицо сэра Фрэнсиса Дрейка. Или все дело просто в бороде. «Капитан Уильям Элден Уорвик, что вам нравится в вашей работе?» И ответ напечатанный казалось со слов самого Рейкса. «Мне кажется, быть капитаном одной из последних возможностей жить по-своему и не зависеть ни от кого». «Ни от кого не зависеть». Оцепенение отступило. Рейкс взглянул на Сарлинга. Старик молчал. Все еще захваченный размахом его планов, Рейкс листал забитой рекламной страницы, мелькали снимки. Вот блондинка распласталась на кровати в номере люкс, вот фото бронзового, блестящего, как старое золото, винта, шесть лопастей с загнутыми краями напоминают выпуклую голову тяжело вооруженного доисторического животного. «Вы сошли с ума», сказал наконец Рейкс. «Напротив, я рассуждаю с драбом». Еще один разворот. На этот раз корабль, изображенный кистью художника. Ветви карибских пальм, аметистовое море, длинный величественный корпус судна, ярко-красная полоса в этой линии, белоснежные верхние палубы и надстройки, шлюпки по бокам палубы, под застывшей дымовой трубой обтекаемой формы. Рейкс с бродом с бродом дели. Наоборот, вполне реальное предложение. «Ради бога, Сарлинг», возмутил Сэр Рейкс. «Это что, боевик вроде человек, который взял банк Монте-Кава или великое ограбление почтового поезда? Вы рехнулись? Мы должны справиться. План мой выполнение ваше». Он вынул из портфеля другие бумаги, засунул их в проспект и положил на стол со словами «Прочтите и это. В основном здесь вырезки из газеты рекламы. Кое-что я узнал благодаря своим деловым контактам. Никакой секретной информации. Такие сведения доступны каждому. Прочтите». «Зачем?» «Я сейчас могу сказать, что здесь понадобится целая армия. Больше людей, чем во всех ваших досье. Забудьте об этом. Уж лучше попросите драгоценности короны. Теперь я, пожалуй, достал бы для вас даже их». Сарлинг покачал головой. «Сейчас, как вы, наверное, читали в газетах, королева Елизавета еще не плавает. Она стоит в Саутгентоне с неисправными турбинами. Поэтому дату операции пока невозможно установить точно. Мы вот что сделаем. Выкрадем из корабля золото во время первого рейса через Северную Атлантику в Нью-Йорк. Но тогда вам придется нанять линкор. Хорошо, пускай у вас было тяжелое детство, пусть вы изуродовали лицо, но это-то ни в какие ворота не лезет. Золото возьмем из спец каюты корабля в первом дальнем рейсе. Нам не понадобится ни линкор, ни армия. Всего два наших человека на борту и дело будет сделано без суеты и крови. На корабле три тысячи пассажиров и членов экипажа, но только пара десятков человек, в основном зевак, любопытных и ничего не подозревающих увидят все случившееся. У вас много времени. Хорошенько подумайте, а потом скажете, как это можно сделать. Я уже все знаю, но мне любопытно совпадет ли ваш план с моим. Два человека, никакого насилия, а золото исчезает. Он сухо усмехнулся, поребящий, сморщив уродливое лицо и потирая руки, как счастливый тамада, который поставился вечеринку перед очевидно неразрешимой задачей. У реки три человека и двухместная лодка. Как им переправиться на другой берег, оставив лодку там, где они ее нашли. Для меня здесь нет ничего любопытного. Ничего. И впрямо операция казалась Рейксу несуразной и даже кощунственной. Ведь он родился в Девоне, а там корабли и море в крови у каждого. Мужчины семьи Рейксов служили Урели, Фишера и Дрейка. Два старших брата воевали на подводных лодках, корабли стали гробами, а море могилой. К его памяти неожиданно, словно освещенная солнцем в воде форель, когда ее чешуйки видны, какой-то миг ясно и четко мелькнула детская книжка с картинками и рисунками первого парохода Кунарской линии. Это была Британия, колесный пароход с красной трубой. Впервые он пересек Атлантику в 1840 году рейсом в Галифакс. В коридорах тогда горели свечи, а чтобы у пассажиров всегда было свежее молоко, на полу выдержали корову. Листая страницы памяти, он вспомнил все, но Британию, которая плавала в Атлантике 22 года, а потом королев, королеву Мэри, королеву Елизавету. Их может разрушить, уничтожить война, забрать море, но воровать с них такое же кощунство, как украсть из алтаря серебряные подсвечники. Вы не посмеете взять меня с собой на такое дело, запальчиво воскликнул Рейкс. Посмею. Старлинг встал. Вы привыкнете к этой мысли, полюбите ее, я раскусил вас. Через месяц мы встретимся и у вас будет свой план. Зайдите как-нибудь в Кунардхаус на Риджен Стрит. Там в витрине стоит модель корабля, я часто прихожу взглянуть на нее. Новый корабль, лучший из всех построенных. Мы вырвем у королевы золотого сердца в первом воистину еще девственном рейсе через Атлантику. Остановившись у двери, старик глянулся и подождал не заговорит ли Рейкс. А тот, повернувшись Сарлингу спиной, глядел на улицу. Пара воробьев промелькнула за окном. Затормозила машина. Шины пронзительно заскрипели, проигрывая в краткой, но жестокой схватке с дорогой. Рейкс взял бутылку бренди, наполнил рюмку переливающейся как солнце жидкостью. Он оцелетовал рюмкой Сарлингу, медленно с вызовом улыбнулся и осушил ее одним глотком, жест, который мог выражать как поздравление, так и прощание. На миг холод проник в приподнятое настроение Сарлинга. Старик повернулся и ушел. Но когда он спускался по лестнице, его мечта вновь овладела им. Рейкс принадлежал ему. Через две минуты Рейкс позвонил на Парк-стрит. Ответила Белль. Сарлинг был у меня и едет к тебе, сообщил он. Ты все хорошо помнишь? Да, дорогой, да, да. Белль нервничала, но Рейкс знал, что так и должно быть, пока не начнется настоящее дело. Не волнуйся, любимая. Он не жалел слов, ведь от Белль зависело так много. Но мы с тобой можем горы свернуть. Я уезжаю за Бернерсом. Мы будем следить за домом и узнаем о вашем приезде. Когда он будет у себя в кабинете, ты просто покажись в окне, повернись к нам спиной, хорошо? Мы тебя увидим. Да? Вот и умница. Энди, Энди, а вдруг ничего вдруг не случится. все пойдет так, как мы задумали. Успокойся и помни, что я все время думаю о тебе. Рейхс положил трубку. Энди. Она недавно стала так называть его и всякий раз в нем казалось поворачиваться что-то ржавое, не смазанное. Он достал из сейфа одну из капсул. Из кухонного капчика вынул плетеную корзинку и проверил сели на месте. Там лежали тридцать футов альпинистской веревки, два шестифутовых куска мягкой пеньковой, большой цветной платок, две пары тонких вообще-то бумажных перчаток и пара кожаных рукавиц. Рейхс ходил по комнате, быстро переодевался, думал, зачем я тратил силы, возражая ему. Хитрил, чтобы он ничего не заподозрил. «Мы вырвем у королевы золотое сердце». Нет, я не притворялся. Золотые слитки сложены глубоко под палубой на полу спецкаюты. Два человека и никакого насилия. А Бернерд уже ждет его улыбшире. Приклеил саренговские усы, надел его в кавычках пальто, шелковый шарф и котелок готовятся сыграть краткую роль. Внимание Рейкса привлекла лежащая на столе реклама кунардской линии. Он взял ее, разорвал и бросил в мусорный ящик. Рейкс вышел из дома. Добрался до гаража на такси. Десять минут спустя он уже ехал через западный Лондон Уилтшир, избегая того пути, который, насколько он знал, должен выбрать Белль с Сарлингом. Нужно застраховаться даже от мимолетной встречи. Сарлинга надо убрать. Рейкс включил приемник и ровный, чистый, поставленный голос диктора произнес. Она стоит около ста тысяч фунтов, оборудована ЭВМ. В ее задачи входит записывать данные, связанные с главным двигателем, и вести дневник машинного отделения. Следящая за исправностью системы определяет температуру и давление в механизмах. В общем, нет сомнений, что компьютер королевы Елизаветы самое сложное устройство из всех установленных на пассажирских кораблях. Интересно также, что и Рейкс выругался и выключил радио. Сарлинг откинулся на спинку кресла. Маленькое, как у куклы, тело, которое за широким столом казалось еще меньше. Стол, покрытый блестящим красным сафьяном с золотым тиснением по краям, чернильницы и резное гипсовое преспопье отбрасывали на него густые тени от цвета настольной лампы. Сарлинг диктовал Белль соображение о Парижской конференции, глядя куда-то вверх, время от времени сверяя со своими заметками. Положив на колени блокнот, Белль выводила в нем закорючки стенографии. Странички белели на складках ее зеленого платья. Порой Сарлинг останавливался, теребил жесткие усы в поисках нужной фразы. В левой руке старик держал стакан с молоком. Белль прекрасно понимала, что Парижская конференция лишь от части владела его мыслями. С той самой минуты, когда он залез в машину, и до сих пор он не переставал думать о чем-то еще. Сидя за шпинатом и печеным яйцами, он вел себя как мальчишка, который что-то знает и размышляет сказать об этом или нет. Раньше Сарлинг никогда не брал в рот вина, но сегодня настоял на том, чтобы она выпила с ним за вывеской бутылку шабли. Он просто излучал доброту, деликатность, демонстрировал почти рыцарский такт, входя в гостиную взял ее под руку, прагал пальцами от локтя до плеча с ровным нажимом, который мог быть и лаской, и доверительным предостережением друга-опекуна. Да, Сарлинг что-то затаил в мыслях. И Белль знала, вылез и его мысли наружу, за ними последует или пощечина, или объятие. Он диктовал. Я беседовал с месье Лакуром о задержке пускафабрики в Нанте. По его мнению, она заработает в марте будущего года, но мощности будут зависеть от поставщиков по главным сопутствующим контрактам в... Бэй, сказала она тебе. На улице ждут двое мужчин. Сарлинг не доживет до марта. Они там, в темноте парка, затаились в кустах под тучами и туман клубится вокруг. Двое мужчин уверены в себе, в своем плане и своих возможностях. Но до тех пор, пока ты не встанешь у окна, не покажешься им, они не шелохнутся. Если ты вообще не подойдешь к окну, они подождут и уйдут, а старик останется в живых до следующего своего приезда сюда. Да, только до следующего, потому что они вернутся снова. От школы при монастыре, от трактиров Хеддингтоне, от универмага, из которого ты ускользала с коробочки дешевой пудры, от коротких любовных встреч в Вест-Эндском отеле, уикендов в Брайтоне, подчинение Сарлингу и полного повиновения одному из тех, что на улице, до чего же ты докатилась, Белль? Сидишь здесь и готовишься впустить смерть, даже не смерть, убийство. Десятки газетных заголовков и статей пронесли с мыслью, как птицей, а в памяти возник все тот же вопрос из прошлого. Как же убийцы это сделали? Как они дошли до такого состояния? Теперь она сама была на грани убийства, но все равно не знала ответа. Все. Сарлинг закончил диктовать. Он нагнулся вперед, поставил локти на стул и, подперев пальцами подбородок, отчего изуродованная кожа поползла вверх, превратил глаза в щелочки. Перепечатать? Завтра, когда мы вернемся в Лондон. Завтра. Вы не любите работать по субботам? Знаете, мне все равно. Я просто думал, что мы останемся здесь. Сегодня же вечером и вернемся. Понятно. Хотите, чтобы я вела машину? Вы можете меня подвезти, но сначала заедем в Тити. Отлично. Она вдруг почувствовала облегчение, но не выдала его в голосе. Сколько оно продлится? Те двое с улицы уйдут, но они вернутся. Сарлинг молча смотрел на нее. Белль не могла отвести взгляда от этих прищуренных глаз. Они смущали ее, хотели, чтобы она не выдержала штурма, выдала правду. «Белль, как дела у Рейкса и Бернерса с планом моего убийства?» «Не понимаю, о чем вы говорите». Имя Рейкса стало ключом к легкому немедленному отпору. «Если его предадут, в этом будет виноват кто угодно, только не она». В мгновении ока мысли и сердце девушки наполнились кристально чистым образом. Рейкса словно сверкнул солнечный зайчик от далекого зеркала. Его пальцы в ее волосах, ее руки обвили его, чтобы защитить, а он даже не знал, хочет ли такой защиты. Рейкс был в ней со всем своим стремлением обладать, но все же не обладал ничем, потому что она окружила, скрыла, злелеяла и сохранила его, зная, что защита это тоже обладание. «Белль, я спрашиваю, насколько они продвинулись?» «Разве он бы сказал?» «Да, если бы хотел вашей помощи». «Так вот, он ее не просил, а если бы просил, то никогда не получил бы». «Неужели?» улыбнулся Сарлинг. «Впрочем, это ничего не значит. Рейкс хочет меня убить, но не смеет тронуть, пока не подберется к досье и свитокопиям». Старик снова откинулся на спинку кресла, обхватил подлокотники волосатыми руками. Он заговорил, не замечая Белль, не считая с ней, направляя слова куда-то в сторону. Его речь напоминала монолог, обращенный к человеку, которого не было здесь, к тому, кто ждал на улице. Но для Сарлинга он все равно стоял в кабинете живой и угрожающий, теперь не просто уважаемый противник. Соперничество между ними уже не казалось старику просто забавой. «Я должен умереть, но сначала нужно, чтобы в его руки попали досье и свитокопии. Отдай их и умрешь. А мне не обойтись без Рейкса, и я не отпущу его до тех пор, пока он не поможет мне». Сарлинг встал, нарочно прокинув кресло и покачал головой. «Тебе не удастся обмануть меня, Бейзи. Ты помогаешь ему, потому что любишь его. Но сегодня я увезу отсюда досье. Они уйдут в сейф-банка, но досье на Парк-стрит надо держать под рукой, ведь они скоро понадобятся Рейксу». «Увези их», подумала она. «Увези, закрой дверь убийству. Даже Рейкс и Бернерф не смогут взять в бан, хотя, кто знает, Рейкс и здесь что-нибудь придумает, какое-нибудь подложное письмо от Сарлинга. Но до этого было так далеко, что мысль о письме мгновенно улетучилась. Сарлинг встал. «Вы рассказали ему, как работают замки здесь и на Парк-стрит?» «Как я могла, даже если бы хотел, я ведь этого не знаю». Скрывая обман, она подменила его злостью. Берри смотрел, как старик расхаживает по кабинету, разглядывал эту спину в бархатном мятом пиджаке. Сарлинг встал по лоборота к ней, оскалился, показал неровные зубы. «Вы же умная девушка. Стоило только понаблюдать за мной, пересказать ему мои действия, и он бы все понял. И он понял, не так ли?» «Не знаю, что он сделал. Неправда. Вы знаете о нем все. Он уже владеет вами, а вы рады принадлежать ему, рады отдать свою любовь, хотя Рейксу на нее наплевать с высокой колокольни. Вы превратились в глупую женщину, Белли. Вы позволили себе влюбиться в человека, который при случае убьет вас так же легко, как убил бы меня. Итак, в этом слове зазвучила почти отцовская теплота, я обязан вас защитить. На следующей неделе вы уедете в Америку, в наш Нью-Йоркский отдел, останетесь там на полгода. Хорошо, правда? Вам ведь нравился Нью-Йорк, когда мы ездили в Штаты. Мне безразлично, куда вы меня пошлете, это ваше право. Но мне больно, когда вы думаете, что я, словом, что я могу участвовать в таком деле. В каком деле, Белли? В таком, как помогать кому-нибудь убить вас. Боже мой, почему вы так обо мне думаете? Он отвернулся, подошел в дубовые двери в бункер и спокойно сказал, вы точно такая и есть. Женщина, жаждущая отдать свою любовь первому встречному, лишь бы он предложил ей хотя бы надежду на свободу. Вы должны благодарить меня, Белли. Ведь взамен он вам ничего не даст. отвернулся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...